У меня просто вопросы задавать по семейным отношениям. Я зачитываю записки. У нас еще полчаса до начала лекции. Сейчас у нас с вами будет беседа на тему вашей жизни. Я очень рад вас видеть, насколько могу. Вам не душно? Кому душно? В браке одиннадцать лет. Из моего жесткого и неправильного отношения муж ушел два года назад, завелся в любовницу и месяц назад ушел к ней. Возвращаться не хочет и разводиться не хочет. Ваши лекции помогли мне отпустить ситуацию. Стала ходить в церковь. Молиться, желать мужу счастья. Ушли стрессы, гибкая боль в сердце. В жизни все наладилось. Но не понимаю, по вашим лекциям надо ставить мужу условия и сроки, наказать, поговорить с тебе в полной цели. А я на выживаю счастье. Мужу люблю, но не общаюсь. Я поняла так, что надо заниматься своими отношениями с Богом, а не с мужем. А Господь сам все управит. Подскажите, что вам не продолжает держать ситуацию? Что мне нужно понять? Весь правиль, чтобы она разрешилась в какую-то сторону. Вернемся к тому, что мы и застанемся. Главное, что ваши лекции привели не от Бога. Если приметь меня на Бога, я никогда бы не отходилась на лекции. Это правда? Так и есть. На самом деле, настоящая жизнь начинается из-за того, и всегда. И когда страдание уходит, опять мы уходим за дыкью. Часто мы думаем, что жизнь — это наслаждение, в котором мы живем. Но это наслаждение не дает ничего нового, чтобы дало нам возможность развиться. Потому что человек должен называться, он должен очистить свое существование. Дальше жить в другом месте, где не так много страдания. В зависимости от судьбы и реальность жизни. Я не имею в виду в России или в Америку. Я имею в виду разные уровни жизни во Вселенной. Это более высокий такой вопрос для обсуждения. во всех верах, духовных традициях это звучит. Мне бы хотелось видеть человека, который написал эту песню. Что очень трудно. Дело, что вы должны знать, это около года назад начался плохой период, связанный с вашей личной жизнью. Это бывает так, что приходит время, чего-то нужно создавать экзамен. Экзамены нужны обязательно каждому счету. И вы сейчас задаете свой экзамен. Муж, нельзя сказать, что он уже ушел. Просто есть разные слои жизни. Понимаете? Я сегодня ехал в электричке и слышал разговоры между двумя женщинами. Одна женщина общалась с другой. А вот мой муж завел любовницу. И она знает даже эту любовницу на работе там у него. И она думает, ругаться с ней или нет. Но надо понять одну вещь, что сама идея, тот слой жизни, в котором находятся люди, которые так относятся друг к другу, он подразумевает измену. Есть жизнь в невержестве, когда люди живут только для себя. Эти люди склонны вообще разрушать отношения. Они склонны ругаться, ненавидеть, кто-то изменяет. Они считают это вообще нормальным. То есть у них нет проблем. У них совесть не работает вообще. Жизнь в невержестве означает жизнь без Бога и без нравственности, без принципов каких-то. Таких людей являются гидонизмом. Гидонизм – это вежи, живи, веселись. Живем этим раз. Наслаждение. Наслаждение. Если меня что-то наслаждает, значит это святое. Если мне что-то нравится, это очень хорошо. Все странное не имеет значение. Нет особости, нет парали. Есть наслаждение. Это невержественная жизнь. Там нет семьи. Даже люди вместе живут. Они по факту не являются семьей. Потому что между их сердцами нет отношений. В отношении имеются глубокие чувства какие-то. Ненаслаждение, не секс, а ревности, чистоты. У вас не такие отношения. У вас жизнь больше похожа на страсть. То есть когда люди более-менее хорошо относятся друг к другу, но они не понимают, что значит любовь. Они понимают, что значит глубокие чувства отношений. У них нет этого просто даже понимания. У них есть все-таки представление, что мы живем вместе для детей. Для того, чтобы купить новую квартиру. Для машины. Для секса. Для того, чтобы на Майяне поехать в отпуск. Ну то есть... И мне нравится наслаждаться красотой тела моей жены. Вот так мужчина возникает. А женщина, что вот, мужчина мне дает спокойствие. Вот со мной рядом живет и мне нравится. Все. Это ей мне нравится. В ней есть элементы совести. Потому что... Ну по крайней мере мы хотим друг к другу счастья. Желаем счастья друг к другу. То есть мы не хотим, чтобы кто-то страдал рядом с ним. Нет такого жена. Но если люди не служат друг другу сердцем. Не желают счастья в своем сердце. Не молятся друг со другом. Не испытывают вот это вот чувство глубины в отношении. То... Рано или поздно наступает такой период, как у вас наступил. И счастье от вашего тела он перестал чувствовать. Это не то, что вы такая вот жестковка, как вы пишите там и так далее. Ну все хорошие. Мы все ругаемся, там глупости делаем в жизни. Это у всех есть. Это не является главной причиной. Если бы он испытывал наслаждение от вашего тела, продолжал испытывать, то он бы все равно терпел вашу грубость. Понимаете? Но пришло время, и его не отчасти с этого наслаждения. Тело не излучает вот эту энергию вашу, которая бы наслаждала мужчину сейчас. Такой период астрологический. И так как жизнь страсти означает наслаждение, не означает любовь более высокого порядка. Потому что верность – это другой тип любви. Более возвышенный тип любви даже. Так как такого любви, типа любви между вами не было, я даже вот на вас смотрю, я не вижу связи между сердцами у вас. В основном они не связаны с этой стройкой. Вы зависите от него, у вас есть зависимость от него. Но вы не чувствуете этого человека. Я чувствую этого человека. Сердце, я чувствую его сердце. Но из вашего сердца нет этого луча. Нет вот этой связи. Хотя вы думаете, что вы его любите. Понимаете? У вас нет отношений к Богу, основанных на совести, на чистоте. Это вы не знаете, что с ним делать. Кто его ругает, кто его хвалит. Но вот как чужого человека можно ругать или хвалить? Он чужой. Вам надо сначала свое сердечко начать, вот, прокрываться к человеку внутрь, чтобы он почувствовал, что вы родной человек. Что вы для него целую 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 цел что я вас тоже чувствую сердцем. Почему бы вам не настроиться так же на своем уме? Просто почувствовать его как человека. Если человек живет наслаждениями, он просто не имеет знания, как жить правильно. Он не развит достаточно, чтобы понять, что такое настоящее счастье. Нет смысла его об этом обвинять. Все браки, которые люди живут в страсти вот этими понятиями, они все разваливаются. У нас 80% браков в стране разваливается. Поэтому нет смысла сейчас думать о том, вернется он, не вернется, а то просто сердце свое настроить и так, чтобы он вас почувствовал как человека. Он вас не чувствует сейчас. У него есть понятия в жизни, поэтому он не разводится с вами. Понимаете? Эти понятия означают, что благость все-таки есть в ваших отношениях. Какая-то небольшая есть. Вот вы сейчас начали на него настраиваться, я почувствовал его тоже. Он добрый человек, по-первых. такой добрый и спокойный даже в чем-то. Но он нуждается в теплее. В теплее, в заботе. Сейчас он получает от этой женщины вот эту тепло, заботу. Потому что он не знает, что есть более высокие чувства. Он никогда не испытывал. Вот вы сейчас проявляете, когда вы его ждете, проявляете эти более глубокие чувства. Но их надо проявлять бескорыстно. Вы хотите, чтобы разрешилось этот час. Или туда, или сюда. Все разрешилось. А зачем? Усталось. А? Усталось. Вы устали служить. Рискому человеку. Устала неподвешенную стоять. Вы хотите наслаждаться ей. А вам не до этого наслаждение. А вы послушайте ему просто сейчас. Потому что потом, может, у вас не получится. Вы начните думать о нем хорошо. Жла в части. В этот момент у него совесть будет подспаться. Как только вы победите в себе корысть. Да, да, да. Важный микрофончик. Как только вы себе корысть победите, сразу вам станет легче по-другому. Вот сейчас он стал легче, потому что у вас не точно сейчас с Богом появилась связь. Это тоже будет. Но вам может стать легче в отношении с этим человеком. Вы поднеситесь к нему более возвышенно, что он просто нуждается в чем-то в жизни, и поэтому ушел. Не потому что он вас бросил там, или жестокий, или там. Он не тратится просто и все. Он не понимает, что к нему я делал. У него нет понимания. Он чуть-чуть отрадуется, но не сильно. У вас дети есть? Нет? Почему? Не знаю. Как? Не знаю. Сколько вы жили 5 месяцев? Один сет. А? Один сет. А чего же вы не стрелились детям-то? Как так? Так получается. Нет, так не получается. Это означает, что нет глубины. В семье должны быть дети. Вот люди сексом занимаются 7 лет вместе. Через 7 лет начинается отражение людей друг от друга, если не забыть о детях. Потому что семья предназначена для рождения детей, а не для того, чтобы балдеть вместе. С точки зрения полтежа, молодое женское тело лучше, чем уже в возрасте. Понимаете? Вы чуть-чуть постарели, постарше стали, ваше тело уже не такое молодое, ему уже не так нужно наслаждаться. Но если появляется ребенок, то другие ценности в семье уже появляются. Уже наслаждение женским телом не на таком первом месте стоит, как просто любовь к детям и так далее. Понимаете, вот это вот нежелание золотых детей, это же коррест просто, лень женская. Нежелание отдавать себе жертвы. Видите, сколько трудностей, вскрылось моментов неправильной жизни, от того, что этот человек сейчас от вас немножко подвинулся. вы с ним общаетесь? Не хотите? Ну, он ушел, как я с ним была. Звоните по телефону и говорите, давай... Как он? Я говорю, он ушел. Я... Что? Звоните ему по телефону и говорю, давай поговорим. А, видите, вот вы сейчас не открываете, открываете сердце. И вот вы открываете, у вас что в сердце в этом отношении к нему? Я говорю, ну, шоу. Видите, сердце вот такая... жесткость такая. Вот это разъем работы ваших. Это то, что всегда было. Это то, что всегда было. Вот если человек ушел, а в сердце хорошо по отношению к нему, вы звоните ему и говорите, слушай, Вася, что я... Зачем этот ушел в нашей столовой семье? Вы не можете, потому что нет в сердце ниточки, нет связи. Вот об этом мне удалось сейчас. Видите? Об этом. Чего же не могу звонить? Вам надо сейчас звонить ему по телефону вашего сердца. Пытаться восстановить отношения к сердцу. Желать счастье, прощать, просить прощения. А потом в сердце, когда появится к нему хорошее чувство, позвоните, поговорите с ним. Когда вы ему позвоните, тогда все начнет решаться. Бог хочет, чтобы вы были вместе. Вы сейчас получаете плоды своей жизни вместе. Вы не можете сейчас ни разлучиться, ни встретиться. А если вы бросите его, вы будете за это отвечать. Вы что, не поняли, есть то, что сказать? Да, ребят, сейчас нужно. Вы уже стали ближе к своему миру. Еще таких несколько шагов он точно вернулся, что писал. «Я его сейчас больше чувствую». Он на вас начал думать сейчас. Еще несколько шагов, и у него совесть заработает, и он начнет кругание вокруг вас ходить. Мы много не понимаем жизни. Думаем, что мы правильно жили, но там не было никакой жизни не жилая. Не было никакой жизни. Мы просто вместе жили, работали. Он же так или не жил. Видите, как здорово, что все так получилось, поскольку много узнали. У нас здесь первая пара. Продолжаем. Проседую. От меня три месяца назад ушла жена. Что-то вы говорите. Они выбирают, они управляют уже. У нее появился любой мужчина. У нас с ней твой маленький три детей. Сыну три года. Это дочка два. Жена настроена решительно. Хочет разводиться. Говорит, что даже если у нее не служат соотношения с новым мужем, со мной все равно не будет. Это тяжелая, значит, уже причина очень серьезная. У меня в сердце, значит, создаваясь причина серьезная. Женщины, когда так настраиваются, значит, они долго терпели и потом приняли такое решение. Я практикую все методы избавления от стресса, которые вы рекомендуете. Режим дня, правильное питание, молитва, раскаяния, пожертвования, религиозное общение, читать духовную литературу. Я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Копительность, длиной стопоты, но все развивается твердое решение жены. Я понимаю его события. Женщина очень твердой природой. У них есть камень. Принимать решение, она очень твердая. Потому что внутренняя природа женщина очень твердая. Наружная природа женщины мягкая, и она может много кольпеть, но если женщина принимает решение, она очень твердая. Потом следует своему решению. Это ее природа такая. А мужчина снаружи очень твердый, но внутри мягкий. Когда его твердость развивается, то он внутри становится как ребенок. Очень мягкий мужчина внутри. В последнее время ситуация усложнилась, появилась девушка, с которой можно было построить отношения. Моё сердце до сих пор не свободно. Мне жена снится. Я молюсь о сохранении семьи. Она это чувствует. Как же вы умолитесь о сохранении семьи, а девушка помогает маме, что она это чувствует. Меня тут нас зараживает, что каждую встречу не случайно. Может, я до конца не понимаю ее. в этой ситуации веками между прямством и настойчивостью. Может, в этой ситуации уже ничего нельзя исправить. Уже сердце думает, сколько можно, может, уже с девушкой строить отношения снова. И это не написано, это я говорю. Судьба дает другого человека, и я это испытание должен терпеть в результате дождусь возвращения в этой ситуации принять правильное решение. Спасибо вам. Очень хороший такой вопрос. Жизненный, так обычно бывает все, как и пишешь, и мужчины. Давайте показывайтесь. прошу. Я сейчас немножко микрофон чуть-чуть дать к мужчине, я немножко сейчас расскажу про вашу жену, а потом будем делать выводы. и мне нужна немножко информация. Когда может, сколько двери прошло? В начале мая. Два месяца. Совсем немного. Вы какие-то жестокие условия стали в жизни, да? Или как-то относились жесткость с ней? Какое-то терпение она испытывала. Это правда? Возможно, да. Она терпела долго, да? Да. Понимаете, сейчас она не ушла. Это неправильно думать, что она ушла. она нашла защиту. Вообще защиту должен давать муж. Понимаете, вот это желание подчинить женщину, это желание идет из греховности, мужской природы, греховности. Самое желание подчинить, поработить женщину, это удары ниже пояса. То есть, это не помогает никогда. Кроме того, надо знать, что женщина сильнее очень. Она просто так природу устроила, что кажется, что она очень податливая. Она действительно податливая сначала. Но то, что она сейчас проявила, это ее истинная природа женщины. Она очень твердая внутри, как скала. Мы сейчас это почувствуем. Но ничего не поменялось. Она еще не ушла. она очень связана с вами. Она боится вас. Она отчуждена от вас. Она возмущена. Но переживает за отношениями. Переживает за отношениями. И оттаяет подхватом. Просто поймите, что в отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть две стороны. Смотрите, есть схема такая. Один человек отдает любовь, а другой принимает. И все это время вы принимали любовь, она отдавала. То есть вы принимали, и у вас росла благодарность, но несмотря на эту благодарность, вы продолжали отвергать ее потребности. А у нее потребности нежности, заботы. Ей с ней нужно разговаривать с женщиной. Разговаривать на ее проблемах. О ее проблемах. Почувствовать ее природу женскую. Для женщины смотрят в глаза, нужно остановиться, так заменять. Почувствовать ее чуткость, нежность и защитность. Вот это. Для жены очень важно, когда ты так вот делаешь, она чувствует, что ты не понимаешь в этот момент. Видите, ваш взгляд был всегда строгий, неприполнен. Вот. И люди бывают в трех категориях. Первая категория – безразличные люди, они живут в невежестве, это не ваши, что-то типа. Вторая категория – люди, идеи, принципиальные люди. так жизнь и страсти. Принцип – только человек. Принцип – подчинение жены и мужу выше, чем жена. Это ваш чутер, это страсть. Но это не значит, что вы такой человек, вы уже переросли. То, что я сейчас говорю, это было в тошке. Вот. Вот. Но она вас воспринимает именно такими, каковы были тогда. Но это не значит, что ее восприятие останется такими навсегда. «Ваша жена не останется с этим человеком, с которым она сейчас находится, потому что он видит ее ненечко, ее муж, меня нечесть с ними. И он не отвечает ее требованиям женщины. Он слабый человек. Вы также не сможете остаться с этой девушкой вместе, потому что она для вас развлечение. То есть она вас развлекает. Она симпатичная, хорошая, но не равная. То есть нет такого решения сейчас свыше. Понимаете, это свыше что-то происходит. Нельзя себе найти человека. Это Бог соединяет людей и разъединяет. Нет решения такого ни у вас, ни у нее сейчас. Просто Бог вас поставил в главную позицию. Потому что вы могли ее применить в измене, а сейчас вы не можете этого сделать. У вас сейчас равное положение с ней, с женой. Я понимаю, что вы говорите, но сердце ваше уже думает об этом, об этом объекте наслаждения. Но уже хочет наслаждаться новым объектом. И это уже измена тоже. Это тонкая измена называется на грубой. Поэтому даже с этой точки зрения вы не можете, я живу на чем-то и нет. Потому что тонкое наслаждение грубой – это разница. То есть все равно этот упадок измены уже произошел. Но он происходит из-за непонимания просто. У вас нет понимания просто, что вас Бог держит вместе. И он будет держать еще вместе вас еще около 9 месяцев. А если вы не сдадите свой экзамен, то ваша жизнь будет хуже обоих. Не лучше, а хуже. А если сдадите, то вы будете ближе к другому. Но вам сейчас нужно ее прощать и понять, кто такая женщина. Вам надо понять, молиться Богу, чтобы Он дал вам ощущение, понимание, кто такая женщина. А потом, когда это понимание придет, у вас сердце успокоится. И вы сможете тогда с ней пообщаться спокойно, без отчаяния, обиды. Просто спокойно поговорить. Когда это произойдет, то она вас поверит. Женщина не верит в слова, она в чувства двигает, в ощущениях. Если она почувствует, что вы изменились, что вы спокойно к ней относитесь по-человечески, то тогда она начнет переживать, что она ушла. И когда это переживание станет достаточно сильным, вы почувствуете, вы можете просто ее легковым назвать. Просто поговорить со встречи и ее забрать. Она придет к вам на запомниться. Она еще после этого не скоро установит с вами отношения, потому что с этого момента отношения поменяются. Теперь вы будете отдавать отношения, она будет принимать. Вам ей служить придется учиться. У вас есть всегда право эти 9 месяцев с ней общаться, потому что у вас есть дети. Дети – это право. И тот человек, который с ней строит сейчас отношения, он таких прав не имеет. Но когда вы даже хотите общаться с детьми, вы должны вести себя очень скромно и не думайте, что мужественность означает делать крутой вид перед женщиной. Женщина это не уважает. Ей нужно чувствовать, что вы ее понимаете. И если вы, допустим, не скажете, я понимаю, почему ты ушла просто спокойно по-человечески, то она будет думать. И самое главное, вы должны понять, что она не вернется сама так же, как сама не ушла. Или Бог ее вернет назад, или ее не вернет. Поэтому, если вы будете желать ее возвращения, она будет сопротивляться. Общение означает просто понимание. Любовь означает бескорыстное чувство. Я понимаю тебя и служу тебе тем, что даю тебе право выбора, даю тебе возможность остаться там или со мной. Но я тебя понимаю, я хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты была счастлива. Но это не значит, что я не хочу, чтобы ты была со мной. Просто я не хочу насилия на того свеча. Вот такое настроение надо в себе создать. Когда вы его создадите, это значит, что между вами, между сердцами вашими установится правильное отношение, и она будет это чувствовать. Но между вами и так есть отношение. Она очень много вложила в эти отношения, и вы сердцем ее сильно чувствуете. И она тоже вас чувствует, но она не хочет уже дальше вкладывать. Она разочаровалась. Но вы можете ее вернуть назад в ее понимание правильно, с помощью своего поведения. Поэтому вывод однозначно один. Не нужно общение сейчас с этой девушкой, которую вы нашли. Вы потом будете жалеть об этом. Надо ставить строк 9 месяцев, и через 9 месяцев, или холод в сердце возникнет. То есть, если она совсем рыбанет, то в нем будет выбор все равно. И тогда вы уже облегченно вздохнете, когда холод возникнется. Или вы ее вернете назад. Но я думаю, что возвращение может начаться уже через 2 месяца. Я так чувствую, что в самый теплый период пойдет волна, вот такая сильная через 2 месяца. Вам надо просто найти повод общаться с детьми. И, может быть, клеточки ей вложить тоже, принесли. Никто не говорит, просто принести. А нам нужно прикидывать. И принялись начать. Мы решили вопрос? Спасибо. Да. От меня недавно ушел муж и другая девушка. Прожили вместе полтора года. Я молюсь святым, которым посоветовал молиться священник на исповеди. Ставлю. Это очень важно. Когда человек молится еще по совету старших, это вообще супер. Ставлю икону. Нашу с мужем код. Вкладываю в Бога Святого. Читаю молитвы. Настраюсь на служение. Кланяюсь. Правильно я все делаю. Очень здорово. Все это мне нравится. Как мне понять, что этот процесс пошел? Боюсь, что терять решительность. Мой муж со мной общается путем смс. Но только подружески. Как самое главное – учение подружески. Как мне разговаривают и реагируют на это. Если желаете, поднимитесь. Да. Угу. Опять я уже не буду повторяться, что жизнь страсти подразумевает расставание. Между сердцами нет ничего. Общение смс означает любовь. У вас будет не достаточно, но вы хотите обладать человеком. Это понятно. Нам всем нужен человек. Но любовь не надо игнорировать. Вы сделали полпути для этого сердца. У него все расспроснулось уже. Вы сделаете еще и второй половинный петель. У вас здесь есть? Угу. Знаете, проблема не в том, что он ушел, а в том, что вы с ним расходитесь сейчас сильно по взглядах на жизнь. Наверное, вы лекции раньше начали слушать, чем он ушел, да? А он говорил вам о том, что его не правится. И говорит? А вы ему не отказывали в интимных отношениях, ничего такого не было? Вы можете его понимать, но это не тяжелая карма среди детей, скажем. И есть другая проблема. Проблема не в том, что он ушел. Проблема в том, что когда его потянет назад, он вам будет уже не нужен. По факту я вижу, что не он вас бросит, а вы его бросите. И пока я не вижу такой силы в вас, что вы его не бросите. Знаете, почему вы его бросаете из своего сердца? Потому что вы хотите верности и воспринимаете это как условия жизни. А верность, если не условия, это труд. Что-то скажете? Что-то скажете? Вам надо молиться, все делать то же самое, все правильно делать. Вы уже почти достигли его сердца. Я уже вижу эту связь, у него совесть уже включается. Когда он вернется, он будет казаться слабым человеком. слабым, ненужным человеком. И будет казаться, что он вас разочарует. Но если вы это сможете преодолеть, тогда вы сможете быть вместе. Я не вижу, чтобы он вас бросил. Бросать придется вам. Или не бросать. Все зависит от того, сможет ли вы свое сердце победить в том случае, когда вы разочаруетесь в человеке. Сейчас вы его ждете и добиваетесь. Это хорошо. Хорошо. Но когда вы добьетесь, вы потом будете думать, стоило ли, или вообще хватит, сколько сил это для человека. Да? Что делать? Дальше идти этим путем. Другого пути нет. Вы не можете бросить. Вы не должны бросать. Вы должны пройти этот путь. Пройти этот путь и простить потом его несовершенство. Потому что вы тут и сейчас человека с Богом. Вы как Богу на него настроены. Как на Бога. Надо Бога поставить на место. То есть Бог должен быть Богом, а человек – человек. Не надо человек регидизировать. Хорошо? Ну, здорово, что у нас уже в начале лекции еще одного ответа на вопрос, и у нас уже как раз и началось все раскрытие темы. То есть все идет к этому ключе. Все расстаются. Прошел год, как расстались с мужем. Жили вместе. Пока года. Руга здесь. Или это? Похожая ситуация. Спросил его вернуться. Он знает, что я его жду. Но даже разговаривать со мной не хочет. Я его люблю. Вы не любите, а жаждете счастья от него. Это разные вещи. И хочу, чтобы он был счастлив. А вот это уже любовь. Мог иметь хорошую семью. А согласно с вашими лекциями, пока один ждет, второй не может создать новое отношение. Скажите, как перестать ждать? Эти те же сматываются от него. А еще, Олег Игнатий, скажите, пожалуйста, какое мое предназначение? Теушка не может остановиться. И надо похудеть. Ну, кто спрашивает? Почему он ушел? Он сказал, что я его уважаю, что не хочет, а лучше, чем наше. Ну, это правда. А вы хотите с ним жить? Сейчас не знаю. Безнабежность ссоции. Сколько вы остались у нас? В октябре прошлого года. А? В октябре прошлого года. В октябре прошлого года. Ну, надо ждать до ноября этого года. Где-то в декабре, начале декабря все будет решиться. Шансы, что он вернется, очень маленькие. Практически нет таких шансов. Причина в том, что у вас разный взгляд на жизнь. Разный будет совершенно. Я не знаю, как вам место вообще показать. Тоже не знаю. Вы как-то в других не разбираетесь. Вам надо лучше понять. Вот женщина выбирает же мужчину. Она должна решить, стольки с ними, мужики или нет. Как вы встретились с ними? Вы как-то общались с ними быстро в раз и встретились все быстро. Вы отношения создавали? Что вы просто чувствовали жизнь? Мы с вами Susanавченко. Сколько все есть? 2 года. 2 года и 40. Да, поэтому мы должны жить вместе, да. 6 года. И в стране карты подрывает. Мы должны выполнить то первое. Как мы можем сделать это? Вам надо дальше делать все то же самое, что вы делаете. До декабря следующий год поставить на лицо и написать ему письмо. Я тебя жду до такого-то числа. Декабря этого года или следующего? Как? Декабря этого года? Да. Ну вы уже с декабря ждете, это же нормально. Или вы готовы два года ждать? Я иногда не спешу. У вас дети есть? У меня есть сын от первого брака. Вы не спешите? Будете ждать погоды? Не ждать иначе. Не надо. Давайте этот год и все. Хорошо? Я как бы чувствую, что вы не справитесь с этой задачей. Не справитесь. Простите меня за то, что я говорю. Мосты сильно разошлись между вами. Сильно разошлись. Не потому что вы провинились там. Просто причина, разница в понимании жизни и природы человека. Разных природных. У вас жизнь на двухсторонах уворачиваются все. Не вот на двухсторонах. Ваши корабли расходятся в разных кораблях. Так, мы с вами опять вместе. Немножко в более темном заде. Ну, так, 12-14. Я решил больше не поднимать планку лекций и опустить назад. Просто многие люди ждут именно эту тему. Я подтверждение узнал в Волгограде, когда мне сказали, что из Ростова приехала Волгоград слушать одна лекция «Одна женщина». И сказала, что «Одна женщина Христа езжает в Ростов читать лекции по самосовершенствованию, а мне нужно по семейным отношениям, поэтому я еду в Волгоград». Иногда эта тема нужна тоже, потому что она является началом работы над собой. Это самый начальный этап понимания жизни, когда человек терпит поражение в личной жизни. Терпит трудности в личной жизни. Это самый первый этап, когда нужно начинать работать над собой. И это именно побуждает работу над собой часто. И это хорошо. Я уже говорил в начале лекции, может быть не все слышали, что есть три слоя жизни личной. Есть жизнь, в которой люди постоянно доказывают друг другу свою правоту. То есть они пытаются установить свою правду в отношениях. Насаривая, нажимая на правду близкого человека. Эти люди никогда не смогут жить вместе и обязательно разойдутся. Неизбежно. Это отношения не вежестве, и они разрушаются всегда. Никаких шансов им сохраниться нет. Причина таких отношений – это низкий уровень духовности в семье, низкий уровень чистоты и возвышенности, низкий уровень понимания смысла жизни. Обычно люди, которые вот так настаивают на своем всегда, они обычно очень примитивно относятся к пониманию, зачем нужна жизнь вообще. Обычно они просто хотят наслаждаться этой жизнью вообще. А это несмысленная цель жизни. Цель жизни – развитие, очищение сознания, работа над собой, человеческой жизнью. Все животные так живут, они наслаждаются жизнью, но человек не должен так жить. И когда человек выбирает такую жизнь, то высшие силы не дают ему награды жизни, они разрушают у него все. Если человек хочет просто наслаждаться жизнью и подчинить себе близкого человека, то его жизнь становится адом в семье. Причина заключается в том, что само желание подчинить женщину мужское для женщины – это как жить в кандалах. Когда мужчина женщину пытается подчинить себе, она чувствует себя очень плохо, ей очень трудно так жить, невозможно жить. Она чувствует себя униженной, задавленной, забитой, зажатой. Очень психико страдает у женщины, когда мужчина очень сильно как бы настаивая на своем вдаве на нее и заставляет ее делать так, как он хочет. Беспреклонно, бескомпромиссно, не желая ничего слышать и не желая ничего принимать. И неуды женщины сейчас подумали – вот-вот-вот, это и есть мой муж. На самом деле это не муж ваш, это душа. Муж – это душа. Он совсем другой, просто вы с ним живете в том слой жизни, который вот так вот, в такой сценарии жизни возникает. Такая ситуация в жизни возникает у людей, когда они имеют такие интересы в жизни. Интересы – личное счастье, личное счастье. Это надежественная жизнь. Дальше интересы счастья семьи, счастья детей и даже иногда счастья моей страны – это жизнь в страсти. Жизнь в страсти отличает более высокий слой жизни. В нём люди пытаются достигнуть достатка. Потому что слово «моё» всегда разрушает судьбу. Я, если так чувствую счастье, «моё», «мне нужно счастье», когда человек настроен на себя или в расширенном смысле на себя, на свою семью, то в этом случае всё равно эгоизм является главной целью жизни. А эгоизм всегда приводит к раздору и разрухе. Но у людей в страсти это происходит немножко иначе, не как у людей в инверсии. Там нет вот этого непрекломного одобрения такого друг на друга. Люди в страсти договариваются. Они живут взаимовыгодно. Ну вот чисто классическая жизнь в страсти означает взаимовыгодно. То есть я делаю так, как тебе нравится – окей. Ты будешь делать так, как мне нравится – окей. Окей, всё. Мне нравится вот так, делаю для меня вот так, я для тебя делаю вот так. Как вы думаете, здесь любовь есть? Нет? Нет, это просто возможности отменить близкого человека. Но так как интересы есть общие, если вот так просто жить – окей, окей, и всё, и ничего больше нет, тоже нет такой жизни. Но у людей в страсти есть общие интересы. В чём их общие интересы? Мне нравится секс с этой девушкой. Зачем я её буду бросать? Она вкусная, сладкая. Мне нравится с ней секс. Очень хорошо. Дальше. Она нормально зарабатывает. У неё нормальное окружение. Ну, более. Вот. Она мне родила классного ребёнка. Ребёнок супер. Всё. Она, конечно, конючит своё что-то. Что-то хочет своё. Но можно крепить пока. Ну, в конце концов, если что, я могу гулять. Нашли всё можно знать о том, как я живу. Правильно? Я могу и как-то снять напряжение, если что? Ну, пока всё терпимо. Как вы думаете, в этой философии человек конкретно нужен или нет? Вот мне этот человек нужен? Нет. Мне нужно только то, что из него исходит. Вот как банкомат к нему подходишь, допустим, ты, ну, всё вёл, а деньги не вышли. И ты в нём по этому банкомату. Потому что тебе в банкомат не дёшь, тебе нужны деньги из банкомата. А в банкомат тебе по барабану этот банкомат. Вот. По нему. И деньги посыпаешь. Всё, нормально. Погладиваю. Погладиваю. Пошёл. Но люди страсти, они не стучат по банкомату. Они вызывают мастера. Они решают всё с помощью деловых отношений. Говорят, ваш банкомат не выпил ни денег. И, пожалуйста, разберитесь в этом вопросе. Да, да. Хорошо. Всё. Ваша дочь почему-то не хочет со мной нормально совести. Пожалуйста, позвоните ей и скажите, чтобы она дурочку не валяла. Мы же с ней договорились, как мы же жены вместе в тапу. Вот. Приходит мастер. Ремонтирует. Деньги. Пошли. Но не долго. Потому что поломка, она находится в самой сути такой жизни. Людям нужна любовь, а не взаимное обязательство. А любовь – это не то, что мы думаем. У нас есть неправильное представление о любви. Часто мы думаем, что любовь – это секс, наслаждение человека, когда он такой вкусненький, хорошенький или такой классный. Вот. С ним хорошо. Но есть мужское, наслаждение женское. Но это для него. Потому что эти чувства проходят… Любой мёд надоедает, самый пустый мёд надоедает. Любое чувство, от кого бы оно ни исходило, оно присыщается. Есть два варианта, два пути. Или вымучивать чувства из объекта. Ну, то есть, уже секс непростой, извращённый, уже вымучивать. Что-то надо делать с объектом своих чувств, чтобы он выдавал деньги опять. Может, стукнуть сзади или там ещё что-то. Там что-то надо делать. Сейчас это заканчивается. Вот. Второй вариант – это найти себе другую, что порезать. Есть люди страсти такие, более современные. Ну, более… Ну, более развитые, как бы, в современной жизни. Ну, то есть, они не трезво относятся к жизни. Ну, не получается у нас. Что делать? Просто разойтись и всё. Что творится? Видите, нет идеи. Потому что, когда мы просто используем убийства человека, он хорошо зарабатывает, он мне приносит деньги, нормально ребёнку относится, но и буду с ним жить нормально всё. И с пожертвами жизни, как раз. Оценка человека и эксплуатация его энергии людей. Всё. В сердцах ничего не возникает. В этих двух людей нет в сердцах. Они рисуются друг к другу. Брасывают. Ну, и на обществе показывают любовь друг к другу. Да, у нас классно, а у вас и у нас классно. Все мы пойдём в кино. Они рисуются друг перед другом. Но там классного там ничего нет, потому что даже идеи нет, что такое классно. Потому что классно означает другое, это принять недостатки характера близкого человека. Это первый шаг к любви. Вот у человека, и недостаток характера означает страдание человека. У него там страдание каких-то недостаток характера. Он сам страдает от этого. И взять, просто его вот с этими страданиями принять. Он, конечно, может это выдавать голову за крутость какую-то, но внутри все недостатки характера означают страдание. Человек страдает просто. Взять и принять это всё. Это первый шаг к любви самому маленький. Это вызовет благодарность сердцу. Сердца начнут дышать, общаться друг с другом. Общаться. Это очень удивительно, когда сердца начинают общаться. Ради высокой любви обязаны. Знать, что с нами по жизни нас связаны. Нитью незримую. Нитью незримую. Нитью незримую. Наши любимые. Я недавно услышал эту песню. Старый пикул. Просто супер. Она саму суть дает сердечных отношений. Ради высокой настоящей любви мы обязаны знать, что с нами пожизненно связаны. То есть это Бог связывает людей пожизненно. Нитью незримую. То есть это нить между сердцами. Наши любимые. Надо это знать, потому что чаще всего мы знаем, что хороший секс с близким человеком. Всё классно, он денег нормально приносит. Это мы знаем. Но вот сердце чувствует человека сложно. Для этого нужно его принять сначала. А чувствовать сердце означает, что начинается настоящая жизнь. Ведь есть тысячу раз больше счастья в личных отношениях, чем может там часто даже присниться. Гораздо больше счастья. Счастье надолго, понимаете? Счастье надолго. А может быть, и до следующей жизни тоже. Как Рабин Драмат, так Бог делал в своей жизни. Уже видно уже чувство уходки жизни. Я отбывал в день, и несет не искрая, как там. С берега, с берега, кухни, 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 прощай. Ты посмотри, ты посмотри, и без отчаяния. Потому что когда человек близкий уходит из жизни, возникает отчаяние в сердце. Отчаяние означает, я не могу ему дать то, что я должен дать. Потому что когда между людьми есть вот это желание жертвовать, дарить друг другу. В сердце желание есть, отчаяния не будет. Будет чувство благодарности, светлой памяти в близком человеке. Вот это чувство светлой памяти, оно не есть настоящая любовь. Чувствую этого человека, я как бы понимаю его. И у меня светлая память о нём и отчаяния нет. Связь остается, люди не расстаются. Потом, когда уходит из жизни второй человек, он приходит туда, где первый находится. И они опять вместе оказываются. Понимаете? Это надолго рассчитано отношение между людьми, надолго должно быть рассчитано. Она горела его, всё, он ушёл. И отчаяния. Почему отчаяния? Потому что нечего дать. Потому что никогда из сердца ему ничего не давало. Всегда только общалась с ним, разговаривала по телефону. Сексом с ним занималась, воспитывала для него детей. Но вот взять ему счастье пожелать в сердце, попросить прощения наедине с собой близкого человека, некогда было. «Смерть, побеждающая вечный закон, это любовь моя, это любовь моя». Когда люди действительно любовь и мере друг с другом, смерти нет. Чувства, что умер вместе человек, нет. Остаётся связь. Ничь незримая. Связь эта остаётся. Даже если человек ушёл в другую жизнь, не имеет значения. У кого это чувство сейчас есть под методом? Дайте вот микрофон чуть-чуть. Я чувствую, что она правильная. Что это есть в моём сердце. Что произошло, расскажите мне. Но у меня такое чувство к моему отцу. Как? К моему отцу. К моему отцу у вас такое чувство? Нет, нет, нет. А вы ускорбите меня? Практически нет. То есть его не террором физически, но я чувствую, как он обо мне запустится. Особенно первые два года. Вы связь чувствуете? Очень большое. А вместо скорби что у вас в сердце? Спокойствие, что человек ушёл спокойно. И мне даже кажется, что если я буду скорбить, ему будет хорошо. Благодарность. Благодарность, я помню, да. Чувство защиты. Да, то есть я чувствую, что я не одна. Связь. Радость. Разлука. Разлука. Да? Ну, я не чувствую разлука. Вы даже не чувствуете разлука. Вы чувствуете настолько сильного, что даже нет разлуки. Это настоящее жизнь. Мы должны какую-то жизнь жить. Почему люди вскорбят, когда уходит 200 человек? Потому что они ему ничего не дали. Они даже и плачут. Говорят, я так хотела тебе сделать что-то хорошее в жизни. Почему люди плачут, когда уходит 200 человек? Я знала, что ты хороший человек, но почему-то никогда тебе об этом не сказала. И почему-то тебе как-то не достучались друг друга с тобой. Мы как-то тут прожили зря. У нас не было настоящего сердца. Мы как-то искренне не поговорили. А вы знаете, что такие вот эти все искренние вещи происходят не вот так вот, не языком? Это происходит во время молитвы. Сердце приблизить и очистить человеку нужно во время молитвы. Нужно святость чувствовать, что в жизни святое что-то нужно. Как говорили, у тебя есть что-то святое в жизни вообще? Святое должно быть у каждого человека. У каждого своей веры. Ничего не нужно менять. Нужно оставить то, что есть. Свою веру надо углублять, расширять. Иметь что-то святое в жизни. И это святое потом носить в отношениях. Потому что человек – душа по природе. Настоящая любовь имеет вот эту душевную природу, означает чувствовать человека, служить ему. Как в Волгограде женщина рассказывала, как она молится. Она говорит, я очень внимательно повторяю каждое слово молитвы перед иконой. Я говорю, икону не пьете в это время? Она говорит, нет, я каждое слово внимательно повторяю перед иконой. Я говорю, а кому? Она говорит, ну, икону, конечно, повторяю. А вы, говорю, видите в это время, как я повторяю? Я бы не думал об этом. Ну, хорошо, давайте представим такую ситуацию. Вот передо мной стоит человек, и я признаюсь в любви. Я не говорю. Каждое слово внимательно повторяю. Я тебя люблю. Так, еще раз. Я тебя люблю. А кого? Видите, проблема заключается в том, что мы не видим человека, перед собой. Мы видим от него наслаждение, счастье. А человек совсем другой. Вот, допустим, от женщины исходит красота, привлекательность, наслаждение исходит от женщины. Но это не она сама. Она сама может быть добрая, может быть спокойная, кроткая, может быть чуткая, чувствительная, может быть нуждающаяся в заботе. Но она другая совсем. То есть, она сама чувствует часто, что я ее саму не вижу. Я могу делать много чего время, но ее я не вижу. Потому что цели нет такой. Понимаете, вся философия жизни в этом мире перевернулась. Нам сейчас утверждают, что главное в жизни это секс. Что нет чистоты, нет верности, нет глубины в отношениях, нет святости никакой. А если только балдеж этот, и надо научиться балдеть, и тогда настоящая жизнь будет вместе. Это бред к уму вообще. Потому что секс это… Ну как это… Когда не хватает чистой любви, любовь же как-то должна выходить. Как всегда говорится, краник открывается, когда сильно большой напор. Ну то есть краник открывается снизу тоже иногда. Ну потому что любовь должна как-то выходить. Но если она выходит через сердце, в этом открытии краника снизу уж сильно большой необходимости нет. Это есть в жизни, но это не главное, понимаете? Нет трудно это объяснить, но когда жизнь такой становится, нет развода. Нет возможности разводиться даже. Нет идеи развода. Потому что развод означает, что никакой жизни и не была нормальной. Благости не бывает разводов. Когда люди в благости живут, они очень глубоко чувствуют друг друга. Они верны друг другу. Или один из них верен друг другу, а тот чувствует обдачу, благодарен. Его может тянет куда-то, но не может, потому что хороший человек рядом живет. Как это можно мне донести? Как это понять? Что у нас не хватает просто понимания. Вот от меня ушел 200 человек, значит ничего и не было толком. Но в нормальных, глубоких отношениях не может человек от другого уйти. Жизнь ради него отдать может, а в уйти нет. Как это возможно? Уходят, значит не чувствуют, а не этого ничего. Нет у них ничего между собой. Спасибо. Спасибо. Не может человек забыть. Если есть что-то настоящее, не может человек забыть. Так мы говорим о любви. Длияние закона любви на совместную жизнь. Оно очень простое. Сначала, когда люди встречаются вместе, то то, что между ними возникает, это вообще не заслуга. Это Бог дает людям возможность почувствовать то, что потом надо сохранить. Я не говорю сейчас о первой праздничной ночи, там парусах и жители на искусство. Ну то есть, там балдёшь этот вес, там... Там-там-там-там-там-там-там-там. Ну то есть, когда всё классно у меня. Я не про это говорю. Я говорю про первое чувство, которое возникает, когда Бог людей соединяет. Моя любовь на пятом этаже почти где ума. Моя любовь, наверное, спит уже спокойной во сна. То есть, сама дача вот этого желания дать человеку что-то подарить. Что тебе подарил? Может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет? Понимаете, этот Бог дает. Не то, что человек такой возвышенный, святой, ничего не надо. Он такой, всё классно, он готов подарить всё, что угодно. Этот Бог вдохновляет из сердца, потому что иначе мы не поймём, зачем это надо вообще вместе жить, мучиться. Ведь жизнь вместе означает мучение также. Ведь близкий человек предстаёт передо мной так же, как воплощённое наказание за мои недостатки. Он будет меня мучить обязательно. Он является полномоченной Личностью для того, чтобы меня мучить. И сделать с этим ничего невозможно. Он не понимает, что мне надо мучить. У него есть всё в первую руководство, чтобы как меня мучить. И он уверен, что он правильно делает. И он изнутри в этот уверенность также. Но не в этот время как-то так. Всё классно, когда. И вот это начало века, наши любви. Вот. Это всё начало, только где-то. Они стали жить, пожевать. Да? Это вот начало лета. То есть мы там добиваемся бабушка, Алёнушка. Змеи каменьки гробнули. Всё нормально как-то было. А дальше что? Они стали жить, пожевать, добра наживать. Вот и сказка нет. Слушал молодец. Дальше точка. Всё подробности не раскрываются дальше. Ни в одной сказке. Почему? Потому что там жесть. А люди некоторые мечтают всю жизнь. А вот, Олег Иначеевич, а мне надо вот, чтобы всю жизнь вот так меня любил. Понимаете? Да ты трудиться ради этого надо. Я хочу выделить 40, 40, 40, 40 миллионов долларов. Олег Иначе. Ну, хотеть не вредно, конечно. Может, хотеть. То вот это ничего не меняется, скажи. Итак, чистое, светлое чувство Господь говорит сразу к человеку. И это означает, что он хочет, чтобы мы были вместе. Это не наше. Так от Господа всё. Это Господа всё. Когда человек видит святого в первый раз и святое место, такое же чувство возникает. Точно такое же чувство. Когда он вспоминает своё детство, точно такое же чувство возникает. Это чувство не наше. Это подарки. Это подарки, которые нам дает Господь. Для того, чтобы мы поняли, что жизнь человеческая прекрасна, любовь человеческая прекрасна, отношения с ребёнком прекрасны, но это тоже подарки. Потом надо ещё заслужить эти подарки. Один священник сказал своему ученику, что если ты сможешь каждый день воскрешать в памяти то первое чувство, которое возникло близко на человеку, помнить его чистоту, которую ты увидел в этих отношениях, его то, что глубокое огнём, что тебя привлекло, тогда ты никогда не будешь на неплохих отношениях с этим человеком. Но поддерживать себе эту память очень сложно. Люди, когда разводятся, говорят, а между нами ничего не было. Мы не совместимы. Они всё забыли просто. Не то, что между ними ничего не было, они забыли. Как вот так, между нами ничего не было, и мы сошлись. Тогда надо в дулушке жить просто, понимаете? Если ты сошёлся с тем... После первых трусов на полу уже девушка не та, понимаете? Уже не та, она уже другая, не такая, как раньше. Чтобы она стала той, нужно опять ей служить, нужно заботиться о ней, нужно вкладывать в отношения силу, и тогда она опять будет той, как раньше, чистой, светлой. Чистая, светлая память о ней тоже будет в своём сердце жить. Итак, первая стадия — это подарки. И надо запомнить эти подарки и дальше раскращать эти памяти с помощью внутренней жизни, с помощью молитвы, а не с помощью бла-бла. Разговоры ничего не вскрывают. Люди, когда говорят, включается карма, а карма отдаляет людей. Когда люди говорят, обиды всплывают, дела какие-то, занятости, они не могут донести друг другу чистое и светлое. Это иногда очень редко бывает в разговоре, как подарок судьбы. А по факту, искренняя беседа между мужем и женой, настоящая, глубокая искренняя беседа, возможно, только когда это отношение станет просто очень разным. Душевная разговорка — это непростая вещь. Вот попробуйте душевную разговорку своим мужем затеять. Ты че? Для этого не слушаешь, че? Это непросто. Это непросто. Для этого нужно много в сердце пути проторить дорожку, глубокую дорожку, большую проторить к сердцу своего близкого человека. Так же, как мне, чтобы вам это объяснить, нужно тоже дорожку к сердцам стучаться с помощью людей, стучаться, пробиваться. Может быть, у меня не получится сразу. Но когда это понимание переходит, то понятно, что делать. Потому что есть разные стили и консультации разные по поводу того, как наладить жизнь. И эти консультации основываются на понимании вещей. Они во всем всем руководят пониманием вещей. Например, некоторые люди, самые примитивные, идут к бабке, и чтобы она... Ну, заговорила мужа дурака, чтобы он перестал надо ее заговорить. И я говорю, раз... Все, и надо будет. Дальше живем. Дальше живем. Куда живем-то дальше? Вот чем вопрос. Дальше живем то же самое. Второе, это тренинг, как улыбаться и общаться, чтобы все нормально было. Нужно учиться, вот понимаете, учиться правильно, улыбаться и общаться. И некоторые так мои лекции воспринимают. Олег Викторович, я научилась вот так вот. Да, он хороший, да, он хороший, да, он хороший. Ну, получше стало бы, Олег Викторович, получше, да. Я говорю, а вы его поняли? Да, я его давно поняла. Он же душа. То есть душа, это то, что мы полюбили. Вот что мы полюбили близким человеком? Душу. Мы увидели душу сразу. Вот почему мать ребенка любит всю жизнь? Потому что Бог ей дает возможность всю жизнь видеть его как душу. Когда ребенок рождается, у него карма через сердце не выходит. Видно только самое чистое и светлое в нем. Мать это видит, и она уже больше не может забыть это в нем. Даже ребенок как-то там выглядит уже непонятно, как-то делает, что непонятно, что она чувствует, что у него должно быть все хорошо. Она молится, переживает за него. Она видит его другими глазами, не как все. Глазами глубокими и чистыми. Именно такими глазами надо видеть, учиться своего близкого человека. Но Бог нам не дал возможность на всю жизнь в этом случае. Он дал нам только возможность один раз посмотреть, а потом к этому идти всю жизнь нам. И настоящая любовь означает, что пришел. Пришел. Придет к нам любовь, придет к нам всерьез. Надо к этому стремиться на самом деле. Надо понять, что это есть. Очень важно каждому узнать, что счастье есть. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другими. Человек должен учиться служить. Служить. И вот это понимание приходит через служение. Один раз одна дама подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня очень тяжелая ситуация в коллективе одножечения меня ненавидеть. И я готов уже все что угодно сделать, чтобы она перестала меня ненавидеть. Вот все что угодно. Олег Геннадьевич, готова на все. Работу не хочу бросать. Хорошая работа. Говорю, очень просто вам надо ее начать служить. В смысле? Я говорю, ну служить, то есть сделать что-то хорошее. Алья Геннадьевич, вот если что-то сильно воняет, вы это можете вынести в сумму и попросить кого-то другое? Я говорю, тогда, значит, это рано вам ее служить. Вам надо просто желать и счастья, прощать, просить прощения на расстоянии общаться в сердце. и, знаете, она пришла потом и говорит, ну нормально, да, получше становится. Она оказывается, нормаль, черт. Через людей действует наша собственная карма. это не является случайностью, все, это наш экзамен, мы должны сдавать. С кем, кому мы должны уберять больше времени? Тому человеку, который нас любит или тому, который нас ненавидит? Хорошо, пусть, какие варианты? Который ненавидит. Да, второй вариант, потому что нет вариантов. Если человек нас любит, ну нормально, любит, черт. Проблемы. А ненавидит, он же замучил, о нем невозможно забыть, он постоянно в голове. И это значит, Господь хочет, чтобы ты прощал ему этому человеку, просил прощения. Там твой экзамен. А кто любит там экзамен, там хорошая судьба, нет, нет смысла. Но настоящий человек, он прощает тому, кто его не любит, а потом начинает служить тому, кто любит. Он больше внимания в конечном человек уделяет тому, кто любит, потому что это стоит того. Когда начинал читать экзамен, мне очень нравилось, что люди приходят слушать экзамен. А потом я понял, что это очень глупо. Так же. Я понял, что они приходят не для того, чтобы меня слушать, а для того, чтобы я их увидел. потому что если увижу, я пойму, чего от меня хочет Бог. Я пойму, в чем смысл моей жизни соскучается, какова моя миссия перед ними. А если я думаю о том, что они меня слушают, я просто зря втрачу вею. Просто зря втрачу вею. Понимаете, если у нас капелька счастья есть, Бог дал капельку счастья, и мы ничего не сделали ради этой капельки, потом будет очень плохо, потом будет много разочарования, будет очень плохо. Поэтому нужно оценить эту капельку с самого начала, оценить означает служить ей. Мы же чем занимаемся? Мы используем, мы используем любовь. Вот если на меня смотрят люди, доверяются, я должен быть крутым, я должен быть казачным, я популярный селектор в мире, из меня прет в этом случае. Это разрушает честь. У нас есть желание наслаждаться в ситуации или возможность быть благодарным. Возможность быть благодарным не возникает само по себе. Нужен пример, старший, который так живут, так действуют, так относится ко всем. Тогда я смогу выполнить свой долг в жизни. Понимаете, проблема начинается с самого начала, потому что мы ничего не знаем по семейной жизни, нас никто не учил. С самого начала мы живем просто по течению просто встретились, просто наслаждались, просто нужна квартира, работа для квартиры, нужна машина, там нужно то, положение в обществе, занято, все классно, вечера все классно. Дальше, а дальше новые трудности, и мы новые решаем, а друг вдруг объединили. Почему? Потому что не было такого задания. Жизнь не ставила такие задания. Поэтому и приходит разлука в жизни, чтобы нам показать, какие теперь задания нужно выполнять. Лучше поздно, чем никогда. Ничего на самом деле не поздно в жизни. Некоторые люди разлучены и думают все поздно. Ничего не поздно, все только начинается. и с этим человеком. Или потом вы сможете с этим человеком, который ушел, установить нормальные отношения, даже несмотря на то, что он ушел. Потому что в Волгограде меня одна женщина спросила, говорит, Толя Геннадьевич, как забыть мужика? Он ушел, а забыть не могу. Как забыть мужика? А я говорю, о памяти, забвение, это не наша вообще функция. Это функция Бога. Человек не может забыть то, что ему не положено забыть. И если ему положено что-то забыть, он не сможет это вспомнить. Это не то, чем мы руководили. Вы можете сами забыть, как раз забыла? Можете, нет? Я тоже не могу. Что делать или иначе такое? А вот что надо делать. Понимаете, любое отношение, которое нам Бог дает, а именно Бог дает отношение. Кто из вас сам нашел сверпистого человека академического? Первый раз на лекции не знаете, мы ее тут поклевка, да? Согласны были? Сами нашли себе за счет. Сможете сегодня в Москве 100 рублей найти? Нет? А человека нашли, да? А что легче найти 100 рублей человеку? Долго-долго спорил судьбой, ради этой встречи с тобой. Долго-долго плыл за мого, знаю, это отбывается. Бог сведения людей. Бог сведения. Какое время не он сведения людей. Наша встреча направо от печали на оси ехать и ехать. это не нами все делается. Не нами все делается. Высшие силы такие. Невозможно устрелить человека. Так же, как бросить невозможно. Можете бросить близкого человека? Нет? А почему? А вот возьмите, попробуйте. Не хотите? А? Не получается? А почему? Кто-то держит здесь, правда? Я ухожу, да, листовочка, я ухожу так. И не уходится. Кто-то держит, какая-то резиночка держит меня. И вот эта резиночка, она и соединила. А когда если ты рубанул эту резиночку, за это ответишь потом. Ответишь 100%. Женщина, которая бросает, холод в сердце получает. Они против осилия, все классно, иногда все парни, а чувствовать его близкие не могут, не могут семью с ним создать надолго. И он чувствует, что нет семьи, уходит потом, нет стабильности. Нужно что-то с сердечком сделать, чтобы теплота появилась, чтобы как раньше я жила с семьей. Теплота появится, если ты будешь столько раскаиваться, сколько Богу нужно, чтобы ты поняла, что нельзя бросать близкого человека. Трудности в отношениях даны для работы над собой, а он, твой близкий человек, ничего не поменялось, каким он был душой, которая убедила его красивой, таким он и остался. Но для тебя он сейчас воплощение страданий. Потому что ты не хочешь работать над собой, не хочешь жить как нам, не хочешь менять себя, не хочешь побеждать свою судьбу, а хочешь жить только ползом. И все. Когда люди пользуются только отношениями, есть статистические исследования, которые показывают, что обычно в соединении жизни отношения идут буквой В. Сначала вот этот медовый месяц, В поднимается, потом пошла вниз, и вот эта вниз, она идет где-то до 8 лет совместной жизни. Потом дальше вот эта вот нижняя часть это 80% разводов, да, с артистиком нашей стране. Почему? Потому что только люди, которые стремятся к работе над собой самосовершенствованием, они могут эту В. пройти и потом пойдет вверх. А иногда это бывает совсем маленькое, потому что люди с самого начала чистят зубы, не дожидаются, пока из-за страны за километр будут вонять. Понимаете, отношения надо чистить. Между двумя людьми, когда они вместе живут, нарастает эгоизм, как снежный полн. Когда человек живопили, ну ничего не надо. Я студентом был, помню, в институте. Макароны купил, сварил, в холодильник, поставил, круглый кусок, пожарил. Пошел нормально. Как же живется там, какие макароны? Не надо. Нормальный обед? Окей. Жене надо живем нормально. Она жила скромненько там где-то. Росла, как придорожная кровать. В черночка повречься. Вот он раз, бас, пришла, и столько надо всего. Живем как придорожная кровать. Почему? Потому что разбросает, начинает раскручиваться этот двоим эгоизм в семье, мужчины, женщины. Столько попребностей. Не то, что это какая-то такая аризорная вещь. Более реальная возникает. Женщина говорит «Я столько как жила, я более так жить не могу». Больная возникает. Мужчину как я жила, я тоже больше не могу. Какая она жила. Кажется в потребности. Если ты ничего не сделаешь, это возникает, это растает, это эгоизм. Он насыпает боль, когда теперь не могут тебя удовлетворить, когда тебя не понимают. Я с работы пришел, устал, не нужно, что-то у нас старе было. Ну, надо по телефону так себе. Как будто я не слушала мои лекции, пусть меня не напишет. подбегает. же известно. Муж пришел скоток, там все грозы, побежали, стол уже накрыл, пришел, все просил, проделал, ситуация, поцеловать может. А потом спрашивает уже о своих проблемах. То, как пришел, подбегает, но если он поцеловать, уже о проблемах. я все как будто не слушаю. Не все коту масленице, особенно если коту на букву не слушаю. Мы ведь забываем, что служить надо. Хочешь так-то наслаждаться жизнью всегда. Хоть Олег Геннадьевич, хоть не Олег Геннадьевич. Хоть знаешь лекции, хоть не знаешь. Все одно и то же. Понимаете? Вместо того, чтобы увидел жизнь, уходу промышленность, выслушал, хочется ей что-то сказать свое. Почему не так, почему не сяк? Это же означает эксплуатация. Почему она возникает? Потому что есть сила, заставляющая это делать. И эта сила вызывает осквернение отношений. Мы разрушаем отношения с близким человеком, мы его меньше понимаем как личность, потому что мы очень много помним о нем того, что он для меня хорошего не изделял. И поэтому у меня Олег Геннадьевич немножко не такой случай, который вы описываете. «А похуже?» Случай только один. Есть судьба, которая обучает меня, моя судьба, воплощенная близким человеком. «Если это не понимать, невозможно жметься». А это понимание это первая капля любви. Принять судьбу, первая капля любви. «А если любви начали изменять, примите такую судьбу». «Вы заслужили такую судьбу, примите ее». «Черт себя будет изменить?» «Конечно нет». «Если вы примите судьбу, она начнет таять». «Мы принимаем судьбу, она меняется». «Принять вызовет сердце благодарность — это принятие человека. Принятие означает увидеть в нем не то, что боль вызывает, а то, что дает счастье. Это возможно только если ему служить. Вот допустим, боль вызывает то, что муж хочет жрать, ему надо готовить. Это вызывает боль. А если ты приготовила ему судьбовью, думай о Боге, потому что само желание жрать мужа, оно очень болезненно. И это не вызывает любви приготовления пищи. Для того, чтобы любовь возникла нужен кто-то еще, который бы дал силы. Понимаете, у нас этого знания вообще нет. О том, что человек, когда он служит близкому человеку, он всегда испытывает муку. В служении близкому человеку он всегда муку испытывает, несчастье. Он нуждающийся, нас собирает. Близкие люди нас убирают. Муж голодный, он ходит ширак. Набирают жену. Он говорит, слушай, успокойся, все будет приготовлено думать о Боге во время приготовления пищи, готовить для Бога в конечном счете. Тогда это мышление наполняет человека силой и свободой от нужды близкого человека. Потому что нужда означает просто наша связь. Мы в сердце друг к другу связаны и мы постоянно вытягиваем счастье друг из друга. Понимаете, это так устроен этот мир, что муж от жены вытягивает счастье и сердце ей хуже становится, а жена от мужа делает то же самое. Но у нас есть идея в голове, неправильная идея, что я когда вытягиваю счастье из близкого человека, то ему должно становиться лучше. Например, женщины думают, что если я жалуюсь мужу, то он должен быть счастлив, что я ему жалуюсь, а не кому-то другому. Нет, моя хорошая, когда ты жалуешься мужу, то в это время он потеет, потому что в это время он тратит силу, он отдает кипит. И ты должна понять, что потеть никто не хочет. Все хотят, чтобы все было классно в жизни. мы постоянно отдаем силы друг другу. И если мы знаем точно этот закон, что когда взаимность я могу получить только от святости, от молитвы, я сажусь молиться, я с молитвой готовлю пищу, с молитвой стираю белье, там я чувствую чистоту и радость. Я вам говорил, что надо действительно попробовать и понять. Это реально работает. А потом, когда я наполнен с радостью, я стал наполненным пушином, я могу вылить столько, сколько нужно близким. То же самое, что скорбь по человеку, который ушел. Скорбь вместо благодарности и радости и связи и отношений. Ощущение пустоты, когда он ушел. Почему пустоты? Потому что я наполнялся с него все время. Брава. Теперь он мне уже ничего не даст. Он ушел. А вот если я буду продолжать ему служить в своих мыслях, тогда назад придет настоящее от него. Настоящее, которого никогда не было. Я от него брала деньги, секс, детей, защиту, квартиру, надежность. Это все не настоящее. Настоящее от мужчины это другое. Оно приходит, когда женщина вкладывает настоящее, настоящее и получает назад готовую. Она получает глубокое чувство благодарности, чуткости, терпения, желания выдержать все ради близкого человека, даже унижения, даже неблагодарности, способность. Способность остаться с ним, даже когда плохо и тяжело, это и есть настоящее. Оно не дешевое. Его хорошей зарплатой и высоким положением в обществе не купишь. Ты тоже принадлежишь только любви. Ни один реалер не сможет оставить рядом с собой человека. Никто не может оставить рядом с собой человека. Приходит время, между людьми накапывается я и семья учиться. Причина неправильного относительства не было настоящей. Формула такая. Настоящее приходит, когда я сначала молюсь, наполняю чистотой и потом честно отдаю. Отдавать честно можно, когда ты наполни. Вот кто такой добрый человек? просто добрый и все. Сам по себе добрый. Добрый означает способный принять боль другого человека. Что значит доброта? Означает, что я принял боль другого человека и отнесся к ней как по-человечески. Потому что обычно, когда принимаем боль другого человека, мы не нервничаем. А если ты добрый, значит у тебя внутри достаточно силы, чтобы принять от него то, что у него есть, или вольни, согласиться с ним. и согласиться Согласиться безнаправленным словом. Согласиться. Это доброта. Доброта это не природное чувство человека. Это труд. труд. Труд означает сначала контакт свыше наполниться чем-то, а потом сколько можешь отдать. будет и так сначала Бог дает нам возможности. Это вот начало этой буковки Потом дальше мы не просто пользуемся этим сердцем, сколько можем, а сколько можем до ручки, вот до этой, на нижней части. А там что происходит? Мы друг друга не любим, между нами ничего нет, между нами пустота, мы друг другу не подходим, мы в конце концов несовместимы. Один хороший островок не об этом сказал, нашла, наконец, этот хороший островок, искала и нашла хорошего, который сказал, что мы несовместимы, а странные все были плохими, не сказали. А вот это время, какой смысл был? Вот это все 8-9 лет, какой смысл это был? Тот же самый смысл был. Поднять букву В вверх, раньше, чем она дошла до низу. Вот какой смысл. А если она дошла до низу, то поднимай сейчас вверх. Потому что если ты новое отношение начнешь, будет то же самое. То же самое, опять то же самое. Опять сначала хорошо, потом быстрее, все будет быстрее. А ты уже так еще быстрее, потом еще быстрее. Потом уже не 8 лет, а 2 недели. Вот и расстались навсегда. Начни сначала. Пусть не везет подчас. Не верь подчаяния. Любись, как первый раз. Это бессмысленно же. Бессмысленно. Все будет повторяться вновь, но нет смысла. Надо начать с себя. Люди в невежестве, они всегда хотят подчинить себе человека. Люди в страсти договариваются, а люди в благости перестают трогать близкого человека, мучающегося совсем. Оставляют его в покое. Какой есть, такой есть. И дальше садимся перед иконой, перед святыми изображениями, перед святой книгой, перед святой водой. Какая у вас первая, не знаю. И начинаем просто молитву. Я желаю тебе счастья. То есть думать о святости и отдавать счастье близкому человеку. С благодарностью пытаться вспомнить о том, что было. Но не о том, что было. Помню, не забыла. Пытаться вспомнить вот это самое лучшее в отношении человека. Вспомнить. И то же самое надо делать, когда тебя бросили. То же самое. Нет никакой разницы. Потому что, когда ты очистишь эти отношения полностью, когда они станут светлыми и чистыми, вот тогда ты с этими отношениями полностью справился. И Бог тебе дает облегчение в этот момент. У тебя сердце свободное. И Он говорит, этот человек тебе не вернется в сердце, ты чувствуешь, не вернется он уже назад. Но ты все свое дело сделал. Теперь будет другая семья. Будет другая жизнь. Опять попытайся не повторять этих ошибок вновь. Опять будет тяжело, опять будет то же самое. Но ты пытайся восстать против этого всего. Потому что всех тянет в одну и ту же сторону. Ни у кого не бывает так, что раз и саму пошло вверх. Нужно прилагать усилия. Усилия означают не трогать близкого человека. Не трогать. Есть формула, как он меняется. Формула такая. Я сначала молюсь, прошу прощения. Хотя он гад такой. У меня не справедливо отношения ко мне. Я молюсь, я не трогаю его. Я принимаю, как он не справедливый гада. Такого я принимаю. Знаете, я молюсь за него. Прошу прощения. Прощаю. Я говорю, как Олег Иванович, так вы сказали. А ему вообще всыпать надо хорошо. Шаг в пропасть. Шаг в пропасть. Просить прощения. Прощаю. В какой-то момент уже становится легче. Он же такой, как раньше. Ну, вроде такой, как раньше. Но как-то вспоминается действительно. Олег Иванович, действительно мы встретились. Ну, какие у нас отношения. Действительно. Я вспомнила, да. Вспомнила вот это вот. Когда у нас были светлые чувства. Вспомнила. Было такое, да. Вот есть у него это сердце. Дальше можем. Дальше пытаемся восстановить отношения. Дальше грязь в отношениях. Очищаем. Очищаем из сердца грязь. Соединяем сердца. А потом. Вы увидите. Как просто мимолетная улыбка. Ваши глаза вызовет в него ответную реакцию. Это значит, что ваши сердца уже заработали вместе. Понимаете, не надо ничего говорить друг другу. Просто, когда ты улыбнулся, а в ответ получил то же самое, то это значит, что что-то пошло уже. Да? Ну то есть, когда сердца начнет работать правильно, тогда и все решается по-другому совсем. Но до этого надо идти. Не нужны месяцы труда. Нужно трудиться. Трудиться над этим сердцем. В сердце. Не говорите ничего близкому человеку. Как же он измениться в этом случае? Смотрите. Пока вы болитесь и трудитесь, ничего не будет меняться. Он будет таким же наградым, каким и будет. И будет казаться, что ничего с этим сделать невозможно. Будет так казаться. Но внутри него, несмотря на то, что вы об этом не знаете, будут происходить перемены. И эти перемены вы увидите, когда вы будете иногда ему в полушутку, в полусерьез говорить о том, чтобы хорошо было, если бы ты был таким. Ну так, не навязчиво, что вот хорошо было, если бы ты, когда приходишь с работы, в грязных пакетах не доходил до кухни. А хотя бы до калитона. Хотя бы чуть-чуть меньше, чем ходил до дистанции в грязных пакетах. Если вы так шутку ему скажете, то на следующий день он снимет порога, в грязных пакетах. А через день забудете. Но все равно движение пойдет в лучшую сторону. Если сказать ненавязчиво, это не означает воспитание. Это означает поделиться просто. Свои мысли. Но поделиться мыслью можно, когда ты уже принял человека. Когда ты принял, что он будет все равно всю жизнь ходить в грязных пакетах. Когда ты это принял, потом можно сказать ему, и все, и не прогрел. Шутку. Почему шутку? Потому что уже принял. Часто люди приняли, и думают, ну я уже принял, что говорить-то, пусть ходят. Как раз в это время надо начать говорить, потому что есть два типа служения близкому человеку. Первый тип – это принятие, а второй – воспитание. И воспитание – это более глубокая любовь. По факту сейчас вся культура современная отвергает саму идею вот этой глубокой, строгой любви. Вы знаете, что между очень близкими людьми отношения очень глубокие внутри и очень строгие снаружи. Они снаружи не как лапушка, понимаете? Они очень честно и принципиально друг к другу относятся снаружи, и очень глубоко, и мягко, и нежно снутри. А если мы очень принципиально относимся снаружи друг к другу, а внутри – камень, то это жестокость называется. А если мы очень нежно относимся внутри и не замечаем, стараемся не замечать того, что он там выпыряет, то это тоже жестокость. Только другой грань. Но настоящая любовь – это всегда подвиг. Это всегда, что надо сделать то, что ты не можешь сделать. Это только с помощью Бога можно сделать на самом деле. Настоящая любовь означает, что ты можешь отдавать себя человеку, не надеясь на то, что он изменится, а потом имеешь такую же силу, когда принял его, нежно ему говорить правду. Потому что только нежная правда исправляет. И вот в этот момент начинаются перемены его сознания. Вы скажете, он не будет меня слушать. Да, сейчас не будет, потому что между сердцами ничего нет. А когда появится, он будет благодарным и ему придется слушать. Потому что, когда человек благодарен и не может не слушать, это невозможно сделать. Я недавно ругал одного своего подчиненного, но он до этого очень сильно помогал мне. Когда я его ругал, я увидел его взгляд, такую матьбу как бы, что я не выдержу такого натвора. Пожалели меня. И я принял эту матьбу. Знаете почему? Потому что у меня в сердце была благодарность по отношению к нему. Он для меня много сделал, и я почувствовал этот момент благодарности. Я осёкся. Не смог дальше на него напирать. Я было за что? Знаете почему я осёкся? Потому что, когда человек служит другому человеку, то дальше их отношения контролируются силой справедливости, а не беззакониями. Силой справедливости контролируются. Мы должны установить такие отношения. Как вы думаете, кто в вашей семье должен первым начать этот шаг пропасти? Да, вы уже знаете многие ответы. Первый должен начать тот, кто пришёл на лекцию. Потому что второй же не знает, ничего не будет. Ах, влияние закона любви на совместную жизнь. Влияние очень простое. Сначала нас притягивают, но балдеют друг от друга. Потом постепенно остверняются отношения. И если они оствернились полностью, дальше идёт отторжение. Просто такая жуткая неприязнь, что люди даже смотреть друг на друга не могут. Понимаете, по факту, есть несколько схем, как это происходит. Я, в принципе, объяснил принцип и объясняю его постоянно, потому что он забывается всё время. Хочется же другого чего-то. Но самое главное забываем, а то, что не надо, мы всегда помним. Поэтому я каждый день слушаю одни и те же наставления своего наставника, чтобы опять в сердце возродилось и начать опять идти тем же путём, который труднее всего. И который самый главный. Так всегда бывает в нашей жизни. Вставать рано всегда тяжело, хоть ты об этом уже знаешь. Не кушать на ночь всегда тяжело, хоть и знаешь, что это разрушает жизнь. И так далее. Или кушать поменьше что-то. Всегда это будет тяжело, но всегда, когда ты получаешь вдохновение из сердца, всегда ты можешь это сделать вновь. Но есть вещи, которые надо просто знать. Например, если мы просто живём вместе, занимаемся сексом, наслаждаемся друг с другом. Больше семи лет где-то в среднем. То дальше, хоть мы трудимся над отношениями, хоть и трудимся, пойдёт отторжение. Почему? Потому что семья создаётся для того, чтобы к ней кто-то появился. Люди не должны пользоваться бесконечным друг другом. Семья создаётся для того, чтобы к ней появился ребёнок. Если вы не можете зачать его, у вас бесплодие, значит возьмите на воспитание. Это будет ваш ребёнок. Некоторые думают, это чужой будет ребёнок. Не будет чужой, будет ваш. Потому что эти представления о чужом и моём тоже неправильные. Веды объясняют, что мать, которая растит ребёнка, она более близка ребёнку, чем та, которая родила. Родственная близость, это знаете, это близость теплоты человеческой. И вот, ну, такая близость. Когда человек воспитывает человека, это другая близость, это сердечная близость, более высокого порядка. И более важная для человека, на самом деле, в жизни. Настоящая мать – это та, которая воспитала. У меня было общение с одним молодым человеком. Он сказал, моя мать настоящая – это бабушка, она меня воспитала. У меня есть мама, я не против, я согласен. Настоящая моя мать – это бабушка, она меня воспитала. Понимаете? Если вы ребёнка на воспитание берёте, не надо ему доказать, что вы не настоящий родитель его, а настоящий его бросили. Представляете, да? То есть те, которые вложили в любовь, оказались не настоящими. А те, которые настоящие, их уже нет. Это чего вы ему такую философию ему даёте в сердце? Что этот мир просто разлока, просто нет знамени. Берёте ребёнка на воспитание, не ваш настоящий. Только когда берёте ребёнка на воспитание, вы свои силы рассчитайте. Некоторые берут больных спидом детей, некоторые инвалидов. Рассчитайте свои силы, насколько вы способны потянуть такого ребёнка, насколько вы способны ему дать то, что он должен получить. Чем более физовый ребёнок, больше надо в него вкладывать, тем меньше наград получишь. Получишь потом, конечно, можно. Но сначала тяжело. То есть рассчитайте силы, иначе будут трудности. Надо, когда берёшь ребёнка, нужно очень отдавать себе отчёт в этом серьёзе. Следующее, чего надо знать, это то, что семья — это не узкое понятие. Часто люди, они тоже вкладывают в отношения, но у них всё в отношениях хорошо становятся друг с другом. Но они не понимают, что семья — это дерево, у которого не только один ствол, состоящий из одной вот этой вот тревесины. У неё много корней, которые тянутся в разные стороны, понимаете? Эти корни означают также родители, друзья и так далее. Люди, с которыми близкие очень отношения, связи. Не только у меня, но также у моей жены. И если я не вкладываю туда свою силу любви, а наоборот против, потому что они как бы на своём чём-то, они там мне также жизнь портят, через них пока карма может прийти. Вот сколько нужно в мать жены вкладывать сил, чтобы действительно победить судьбу? Сколько сил надо вкладывать? Много. Много, очень много. То есть столько, сколько надо. Слушай, тёща, друг родной, помоги. По закону мы с собой не враги. А по правде же сказать, моя родня, ты почти вторая мать для меня. Да? Тёща, любят твои блины. Тёща, твои блины вкусы. Их аромат, и очень свежий вкус. Твоих брендов здесь много я берусь. Понимаете? Мне одна. Одна девушка спросила. Вот Олег Геннадьевич, я вот служу своим родителям и родителям мужа. А каким родителям надо служить больше? Во много раз больше? Во много раз больше. Во много раз больше родителям мужа. Потому что с вами не так всё нормально. Там и так есть вот корень дерева и так уже развитый. Там поднимки черцов любви. А здесь корешок хилый. Надо его развивать. Надо развивать этот корешок любви с родственниками мужа. Женщина, а как вы думаете, кто вообще родственные отношения создаёт в семье? Мужчина, что ли, нет? Да муж должен там развивать отношения и звонить. Мама, как вы думаете? Мама, как вы думаете? Мама, как вы думаете? Да, на кого он так должен совести? А кто? Жена, конечно, должна. Она должна родственникам мужа звонить. Мама! Чего ты тебя давно не слышала? Папа! Понимаете? Женщина. Тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Женщина источник любви в семье. Или собачка? Женщина источник любви в семье. А, отстраняться надо, конечно, за ночью. Конечно, сто процентов. Есть статистика, наверное. Четырнадцать процентов разводов идёт от родителей. Я говорю не про это. Вот вы сейчас сказали об объёме работы. Что есть объём работы. Есть папа, мама. Понимаете, корысти есть в отношении не только у мужа и жены, а также у наших родителей. Потому что, вот смотрите, сейчас вам расскажу. Когда девочка приходит домой, мама говорит, мама, я любилась. И рассказ про мальчика. Она говорит, ну, молодец, собака, пойдём и кушать. Всё нормально. Любилась, любилась. Но когда мама приходит домой, дочка приходит домой и молчит. Краснеет, пледнел и захотелось вдруг сказать, стали мне надрекою взорки нового встречать. Говорит, мама говорит, что с тобой? Она молчит. Ты что, влюбилась? Не скажу. Вот это значит, что она действительно любилась. И в это время у мам возникает ревность. Потому что её чувства с дочкой, которые были очень близкие, добрые, нежные, орубаются. Они переводятся на чувства другого человека. Понимаете? И вот этот скотина уводит у меня дочь. Лучше бы она вот за это вышла, нормальный парень. А с этим нормальным парнем у него нет ничего глубокого. Понимаете? Когда её все чувства направлены на человека, и она забыла про родителей, вот это означает любилась. Но в это время что у мамы возникает внутри? Пустота. Она чувствует, у неё забирают дочь, всё, и тюнь. И она беспокоиться начинает. Не то, что она сразу плохо настроена к этому человеку. Когда она встречает, она уже готова увидеть в нём плохое. Понимаете? Уже готова. А кто ищет, тот всегда найдёт. Поднимите руку. У кого так получилось? Это так часто получается. Это обычное дело. А это можно еще говорить, что сильный эгоизм матери вообще мешает дочери? Сильный эгоизм матери, да? Мешает дочери без эгоизма найти себе стручек. Так? Вопрос в случае. Или как? Могут ли и эгоизм матери повлиять? Повлиять, помешать найти близкого человека. Сто процентов. Может так повлиять, что она вообще никого себе не найдёт. Что делать? Развысятся отношения с матерью. Служивки. Заботятся. Они не пользоваться ей. Служивки. И сказали ей, мама, я пойду встречаться. Угу. Мамочка. Что делать, если это мать мужчины, а она вообще никак не идёт на контакт? А она не может не пойти на контакт, не разорвать контакт. Контакт происходит в сердце. Микрофон читайте. Очень важная тема. Сейчас мы пообщаемся. Чувствую наболело, да? Видите, любовь имеет корыстную природу. Корысть означает, искра идёт, искра. И смотрите, мама любит сына, и вы его любите. И вы оба любите корыстно. Она чувствует вашу корысть нервнички и плохо от вашей корысти, а вам плохо от её корысти. Там, где есть корысть, нужно служение. Нужно служить человеку. А как ей служить, если она не хочет принимать эти служения? Она не может ни хотеть, ни не хотеть. Потому что вы связаны где с ней? Где? Я не знаю. Чуть сыра получается. В сердце сыра. И знаете, как вы с ней связаны? Она по судьбе должна нас мучить. Но если ты не сядь, вы бы не чувствовали мучения. Вот мне, допустим, в траваре, если такой человек скажет, что ты тут лысине сверкаешь? Ну, как мы с ней говорим? Потому что, ну, чёрт ты чужой. А если близкий скажет, то мне лимкопитно. Потому что, ну, вроде бы у нас такие классные отношения, такие слова говорят. Ещё есть под пешка. Ну, а что делать, если, как бы… Вот вы… Сколько на лекции на моей ходе? Лекции слушаете, да? Я их слушала по ключевым бредам. На лекции первый раз. Ну, мы с вами знакомы или нет? Как они? Я, когда ехал в Волгоград, я не знаю, эта девушка может быть здесь, потому что она должна была здесь, в Москве, и летать там не Харгиз. Харгиз, как-то я. Прилетел в Москву из Краснодара. Еду в Арафорт, откуда мне надо будет лететь в Волгоград. И иду к Арафорту, смотрю, стоит девушка. Девушка знакомая. Вот где вы, как он чеченок? На вас, да, на вас смотрю. Девушка знакомая, так же, как вы. Знакомая. Знакомый человек стоит, смотрю. Почему знакомый? Потому что слушает мои лекции. Родной. Родной человек стоит, смотрю. Но его первый раз видят. Родного человека. Родные люди, это не те, которые по паспорту поймают. Вот я по паспорту русский. Но если меня поймают, буду бить не по паспорту, а по моде. Яблейская. Яблейская шутка. Яблейская шутка. Ну, паспорт имеет значение. Имеет значение сердца. Сердце. Как служить матери мужчины, если она ругает этому мужчину? Не надо мужчину, забудьте про мужчину вообще. Причём с мужчиной. Мы про вас сейчас, про наши отношения здесь говорим. Мы родные с вами, нет, Людика? Да. Почему? Что, почему? Почему родные? Да. Ну, потому что думаем в одном ключе. Сердца связаны, сердца связаны. Вы слушали, связывали сердца. Свой сердце со мной связали. Слушали, 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 связали с моё сердце. Понимаете? Я поэтому вас спросил насчёт этого. Чтобы дальше продолжать беседу. А вот когда Бог даёт в родственники человека, это значит, что сердца были связаны ещё раньше. Это они просто так получаются. И связывают, бывает, сердца по-разному. Например, у одних хорошо связаны сердца, как у нас с вами. Потому что вы хорошо бы мне думали, я не могу о вас плохо подумать. Понимаете? Вот. А бывает связано сердца так, что вы не сдали экзамен в отношениях. И тогда человек рождается вашим родственником с плохой связью в сердце. Хоть и не родственники, как бы пока. И это очень осложняет решение. Почему вы родственники? Вы говорите, с мужем? Мужчина. Мужчина? Да, и муж. А вы с ним жжете? Жжете. А что мы говорим-то тогда? Мужчина? Мужчина, и субжины. То есть, вы сколько кинжире-то? Присойный ем. Я не мужчина, а все долго. Да. Сейчас я вам расскажу анекдот. Илли-то приходит чипая и говорит чипая, что я нашёл. А, говорит, где такую классную штуку-то нашёл? Говорит, валялась прямо на земле. Говорит чё, прямо так и валялась? Ну, там мужик дни и запутался, и еле распутался. Он сопротивлялся. Мужчина тоже. Шум не запутался. Вот смотрите. Если два человека вместе год живут, а не муж и жена, не важно, как они друг друга считают, не имеет значения. А если они считают как-то по-другому, это значит, что они предают друг другу каждый день. Они не хотят по факту друг друг другу жить, не хотят. Потому что они ничего друг друг друга не хотят сделать. Вот их восстановлены вместе, а они друг друг другу ничего не хотят сделать. Но первое, что нужно сделать для близкого человека, это дать ему клятву. Понимаете? Клятву дать. А если он не хочет давать, то хотя бы я должен хотеть. И так. С кем вы жили? С мужчинами. Ну понятно, что не женщинами, но это не Европа. Вот. С кем вы жили? Можешь? Ура! Это победа! Ура! Видите, как трудно признаться, что это близкий человек? Трудно себе признаться. Вот из-за этой трудности его мать страдает. Из-за этой мудрости, которая в вашем сердце сейчас вырвалась, его мать мучается от ваших отношений. Потому что она неправильная. Неправильная. Он чего ушел-то? Это и я ушла, он изменил. Вы ушли. А он зовет? Что? Зовет? Ну да. Возвращайся, холодное утро, возвращайся. Я, человек, возвращайся. А если опять изменил? Я, человек, возвращайся. Без тебя устал. А знаете, почему он изменяет? А потому что... А потому что... А потому что... Как не изменять-то? Так он сам не хотел. А он сам не хотел. А он сам не хотел жить. Ну и что? Мало чего вы хотели. Ты его уровень развития лично. Вы же более развитые. Вы же хотели? Начало, да. Вам надо этого человека начать. Принимать свою жизнь. Бог вас не разорвал еще. Вы не можете выбирать. С этими с другими. Надо начать. Молиться за него. Прощать после прощения. Так он требует жениться. Могу молиться. Он мне добегается. А хочешь теперь жениться на вас? А жениться, значит? Ну вы же он всегда такой был. Вы же у вас же не было совести в отношениях никаких. Почему вы ему не изменяете в этом случае? А сейчас он хочет нормальную жизнь. Поставьте ему условия. Скажите, что мы жеримся, но ты должен перестать изменять. Он скажет, клянусь. Все, идите жениться. А дальше начинайте новую жизнь. Начинайте стучаться в его сердце. Прощать, просить прощения. Начните стучаться в его судьбу. Начните строить отношения с его мамой. Начните другую жизнь. Иначе вы не сможете ее никогда начать и ни с кем. Это не то, что он такой плохой. Это ваше сердце сейчас не знает любви. Не знает любви. Не знает любви. Просто совершенно верно. Я слышу, но я не понимаю, что это значит. Надо слушать дальше, говорится. Слушай дальше. Постепенно вы узнаете. Сердце, когда знает, что такое любовь, оно верит в человека. Даже человек, допустим, недоразвитый какой-то, он неправильно себя ведет. Сердце верит. Вот есть здесь женщины, у которых муж изменяет, а вы знаете, верите, что все будет нормально? Есть такие женщины? Есть? Ну-ка, круглочками видите, микрофончик. Я очень благодарен вам. Очень благодарен вам за эту беседу. Вы очень много открылись сейчас для нас. Очень много важных моментов и очень важную тему сейчас раскрывать. Вот поднимите руку, чтобы вас было видно, чтобы Михаила передали. С кем вы хотели поговорить сейчас? Я должна быть. Простите. А кто вот верит, что муж как бы изменится? Кто вдруг поднимается? Я в том смысле, что он изменится. Мне когда сказали, что кто знает, что муж изменяет, я сказала, что я не знаю. А если что он изменит? Я немножечко по-другому понимаю, наверное, измену. Потому как для меня мужчина, который изменяет, это тот, который, ну, и в больнице жену не возьмёт больную педилогу. Или не поможет, когда ей трогает. А не тот, когда он посмотрит на другую красивую женщину и поддастся физиологическим согласам. Давайте мне трубочку, кто верит, что мужчина победит это в себе. Вот девушка. Вот здесь вот сюда трубочку, пожалуйста. Давайте вот сюда. Мы не будем сейчас эту тему раскрывать. Это другая тема. Мы сейчас не будем в этом играть. Опять не туда дали. Вот здесь вот рука, вот здесь вот рука, вот здесь вот рука. Вот здесь. Я если вижу человека, я знаю, что будет правильно, если это там я не увидел. Я извиняюсь. Спасибо вам, что вы, несмотря ни на что, находитесь человеком. Я не знаю. Извините, очень нервничаю. Ничего, ничего, нормально. Что происходит? Произошло. Я взяла уже почти 7 лет. Мне ведь недавно узнала, что в течение 6 лет практически мой муж и мой земля. Вы верите, что он изменится? Конечно. Он как себя ведет в основном? Сейчас? Да. Хорошо. Молится. Молится? Мне ведь самое главное. Да он же изменял. Вы что? Вы знаете, уже служил. Это его проблема. Это болезнь. Понимаете? Смена этой болезни. Она восприняла это как болезнь. Есть... Спасибо вам. Ну, пока не убирает микрофончик. Есть болезни тела. Когда человек болит телом, да? Он может вонять. Мы это нормально воспринимаем, да? Но воняет, потому что больно. Но если человек напился, у него больно ражен и воняет. Мы нормально это воспринимаем? Нет, потому что болезни разумы перевести тяжелее. Когда человек напился и воняет, надо много душевной силы вложить, чтобы понять, что он болен. Что он приполз на корячках домой, потому что он болен. Болен у него разум. Он не знает, что такое настоящая жизнь. Просто у него нет понятий. Из-за этого он приполз на корячках. Но если у человека сильное сердце, сильное сердце означает много молитвы, много силы, то этот человек осознает объем работы, сколько нужно вложить человека, чтобы он изменился. Вы скажете, если не изменится, а это невозможно. Потому что душа по своей природе не пьяница, а он душа. Душа по своей природе чистая, смиренная, светлая, сострадательная, трудолюбивая, трудолюбивая, решительная, реактививая. Это качество души. Это не то, что человек таким родился или не родился, это у него есть или у него этого нет. Это развивается в результате отношений. И когда в человека вкладывает любовь, тогда это будет развиваться. Но это развивается медленно, потому что много сил надо вложить, и много жизней он был таким. Понимаете, о чем я говорю? Это труд настоящий, тяжелый. Тяжелый труд – это когда что-то приросло в пол очень сильно, и надо много очищать. Но очистить можно, чтобы комната была чистой. Вот сейчас она показала способность трудиться. Сколько вы будете ждать? Сколько вы будете терпеть, чтобы трудиться, чтобы он не изменял вам? Сколько потребуется? Вам не страшно, как жить? Не верить. А почему? Верить в Бога. Не важно, какая религия. Религия – это всего лишь способ отношения с Богом. В любой религии может быть сила, способная победить судьбу. Или вы думаете, что религия может заставить бросить человека, когда он изменяет? В этом был вопрос. Частота есть в каждой вере. В каждой вере, если это вера Бога и Священное Писание, в каждой вере есть чистота. Не важно. Мы не будем в этой проблемности вдаваться. Наша задача другая. Теперь я вам кое-что скажу. Ну, короче, поднимите, чтоб я вас видел, девушка с ним попала. Я благословляю вас на то, чтобы у вас все получилось, чтобы вы перешли через этот город, чтобы ваш муж ваше чистое сердце увидел и грязь, которая идет от внешних качеств наслаждения женщины, перестала ее волновать. Потому что как только человек видит чистоту в женщине настоящей, то вот это внешнее все, что выделяется в виде формы тела, оно перестает волновать. Потому что чистота в женщине тысячу раз прекраснее, чем все, что в ней выделяется снаружи. Но чистота в женщине доступна только когда она санкционирована. Такую чистоту невозможно увидеть в чужой женщине только в своей жизни. Понимаете? Только в своей жизни. Спасибо большое. Я должна это знать. Спасибо. Итак, причина непонимания друг друга. Мы подошли к этой теме. Причина просто невежества. Мы никогда не пытались поменять. Мы жили гражданским браком. Мы никогда не пытались жить вместе нормально. И когда он начал меня изменять, я удивился сильно. Почему ты его задумал? Почему ты изменял мне? А он тебе никогда не был верен. Потому что верность это не то, что мы думаем. Верность это не означает вот со мной только в постели спали. Верность это совсем другое. Понимаете? Верность это не то, что спать только с одним человеком. Верность это в сердцах. Это то, что в сердце. Между людьми. То, что от смерти другого человека спасает. Верность означает знание человеческого сердца. Чувствование этого сердца. Знаю, не спишь. Знаю, потому что чувствую. Несмотря на то, что я далеко, я сражаюсь. Несмотря на то, что ночь. Я знаю, что ты не спишь. Потому что люди чувствуют, видят они, когда в сердцах и мы. А первое, что надо сделать, честно сказать тебе, мне Бог дал человека, пойду с ним расписываться. Вот это первый шаг верности. Даже если он уже успел изменить. На самом деле, мы всегда изменяют друг другу. Потому что не расписываться и означает изменять. Есть физическая и есть психическая измена. Разницы никакой не видно. Надо пойти расписаться. Он хочет, надо пойти расписаться. Он хочет верности теперь. И вы должны тоже, если хотите. Значит, так все же не будете жить. Без любви. Так же, без любви. Часть без любви, без любви. Часть без любви, пропасть сейчас. Так хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят вас. Понятно системы? Какой означает искалистие в себе? Не означает, что он должен первым. Он изменял все, никогда не распишусь. Ничего страшного. Измена – это просто по башке. Женщины бьют по башке. Почему? Потому что реаккультура. Женщины не знают, как ходить даже. Они знают, что то, что они открывают тело, это бьют по башке любого мужчину. В Священных Писаниях в Ведах написано, что если мужчина может сидеть и абсолютно спокойно относиться рядом с красивой девушкой, сидеть с ней рядом и спокойно к ней относиться, спокойно. Это значит, что он святой. Это не значит, что он импотент, гомосубстралист или еблух. Это значит, что он святой. Потому что от женского тела исходит особая сила, которая как бы мозги крутит, понимаете? Крутит мозги мужчине. Это сила любви. А сила любви от нее нет защиты. И так как женщины ведут себя неправильно в обществе, они открывают свое тело, улыбаются чужим мужчинам. Поэтому по мозгам идет. Если особенно мужчина не исцитывал настоящей глубокой любви, законных отношениях, Богом данных, он не чувствовал этой близости, теплоты и доброты от женщины, он не чувствовал от нее вот этой гарантии, не чувствовал верности, как он может усталять. Он думает, что там, наверное, будет лучше. Потому что ему башки дает, и у него пошла другая песня совсем. Женщина всегда, каждая женщина своя песня, своя надежда. И ему другая надежда появилась в сердце. Это от того, что вы неправильно жили, а не от того, что он плохой человек. Мужчина беззащитен в этом случае, не способен устоять, нет возможности. Если пришел в обществе, чтобы воспитанным, тогда другое дело. В обществе все не так в нашем. Поэтому измена в наше время – это что такое? Это просто болезнь. Как относиться к изменам другим видам бедности? Относиться как к нашей недоразвитости. Не бывает измены у развитых людей. Вот человек развитый. Она, когда экзамены свои сдаст, не будет измены в ее жизни. Это гарантия. Она сдаст свои экзамены точно, потому что она идет правильным путем. А почему так происходило? Происходит, потому что она задолжала судьбе из прошлого. Вот почему. Изменил риски человек раньше в прежней культуре. За это наказы, наказания были серьезные. Потому что было много возможностей не изменять. Были отношения, была молитва, люди жили по-другому. А сейчас нет такой возможности. Люди даже не знают, что такое любовь, что такое верность. Все понятия извратились. И в обществе, ну, изменяешь нормально, какие проблемы? Мужик. Сейчас слово «мужик» означает две вещи. Первое – можешь выпить нормально. И второе – значит, ребен, нормальный секс. Мужик. А раньше «мужик» было совсем другое. Означает храбрость, мужество, стойкость, ответственность, серьезность. Понимаете, совсем другие свойства слова «мужик» обладало. У нас все поменялось, поэтому люди заболевают чаще. Это болезнь разная, тоже болезнь. Ее на плечи любовью. Очень трудно примять измену близкого человека. Очень трудно примять. Если вы мне сейчас зададите вопрос «Ария Финача, вы примите, если ваша жена изменит вам, вы примите это?» Мне очень трудно будет применять. Очень трудно. «Я даже в это никогда не поверил». Понимаете? «Я даже в это никогда не поверил». Но никто из нас не здесь страхован. Никто. И если Бог дает какое-то испытание, значит, его надо проходить. Вот Богу дал испытание. Что делать? Бросить человек? Не выход. Тоже измена. Он тебя изменил, ты не изменил. Кто из вас лучше? Когда две собаки гавкают. Я решила себе задачку. Две собаки гавкают. Вы правдуете мимо. Какая из них начала гавкать раньше? Можно узнать, нет? Нет, они одинаковые. Они лупы гавкают. Если человек ведет себя так же, как тот, который близкий человек. В чем разница? Нет разницы? Я просто заговариваюсь. Мне приносят до конца лекция. Остался час или иначе. Можно перезаговаривать. Это нормально. Я сделаю объявление. Короче объявление. 26 августа состоится лекция одного притворщика. На тему трудностей семьи и жизни. Но этот притворщик, он очень сильно хочет, чтобы вы все равно пришли на его лекцию. Он вас любит и хочет справиться. Стать нормальным лектором. Приходите, пожалуйста, на мой лекцию. Пожалуйста. У меня есть один хороший товарищ. Он один раз в своей жизни сделал очень хороший поступок. Он продал единственное имущество, которое у него было машина. И на эти деньги начал кормить людей, нищих. Потом он открыл благотворительный фонд «Пища жизни». А потом этот фонд узнали в стране. И от правительства благодарности начали присылать. Сейчас вы можете помочь этому фонду и корни бездомных людей, нуждающихся, голодных. Вот здесь в поле можно оставить свои пожертвования или связи какие-то, или возможности. Все, что у вас есть. До другого очень хорошего человека я узнал через интернет. Мне сказали, что есть патриот нашей Родины настоящий. Он тоже настоящий патриот нашей Родины. И послушай эту лекцию, узнаешь. Я послушал лекцию Владимира Георгиевича Жданова. Потом познакомился с ним. Потом с его женой познакомился. И нас завязали с другой отношением с ним. Он открыл проект «Общее дело». Этот проект за народную трезвость дал свои колоссальные плоды. Тогда, когда он его открыл, у нас было совсем по-тругому в стране. И сейчас я в аэроходе летел. Ни одной рекламы, ни сигарет, ни водки не увидел. В журнале аэроход. Это было для меня чудом. Тысячи людей бросили пить благодаря его лекции. Вам тоже можете помочь его в деятельности. Если вы просто узнаете о нем. Просто возьмете в диск, запишите какой-то. Подарите знакомым и так далее. Есть много способов помочь еще в деятельности. А также я не знаком с этими людьми, но знакомы те, кто организует эти лекции. Ирина Медведева, которая меня здесь все организует, она попросила меня объявлять о том, что есть благотворительный фонд Настенька, который помогает детям, больным ракам, обеспечивает их лекарствами и медицинскими порудованиями. Иногда эти дети нуждаются в переваривании крови раз в неделю. И это дает им продлить жизнь надолго. Но это требует денег. Поэтому нужно просто жертвовать на их жизнь этих детей. А Бог позаботится в этом случае о вас. И есть еще фонд DownsideUp, который помогает детям в обучении и воспитании и социализации синдрома Дауна, то есть умственно отсталых детей. И вся помощь семье оказывается бесплатной. Поэтому им нужна постоянная поддержка финансовая. А еще я вам хочу сказать очень важную вещь. Я знаю одну уникальную личность. Уникальную личность. Это очень возвышенный человек. Он хоть он американец, но он духовный учитель. И у него много учеников по всему миру. Если вы просто придете так же, как в этот зал, на его концерт. А его концерт будет состоять просто из теснофей и духовных. Вы испытаете такие эмоции, которые вы никогда в жизни не испытывали. Это крайне. Вы будете плакать. У вас сердце просто будет переворачиваться в честь. Этот концерт будет один раз проведен в Москве. И он будет длиться пять часов. Если захотите пять часов счастья. Не важно в какой вы веры. Там не имеет это значения. Это не конфессиональная энергия. Это начнется 2 августа в пять часов вечера. Код бесплатный. Адрес Москва. Улица Тверская. Дом 7. Это какое-то большое помещение. Зал какой-то. Тверская серия. Я не знаю точно, как он называется. У меня на сайте есть подробная информация. Тверснов.ру сайт. Зайдите. Там реклама, объявления, лекции. И там есть это тоже мероприятие. И еще я хочу сказать, что точно так же, как вы здесь сидите, в достаточно большом количестве. Порядка 700 человек также сидит на моих лекциях каждый день. В Анапе целых две недели. У нас идет уникальнейшее мероприятие, которое невозможно забыть и невозможно остаться своими душными. Это фестиваль «Гладость». Люди, которые хотят погрузиться в атмосферу вот этой глубокой чистоты. Подружиться друг с другом. Отдохнуть вот среди людей, которые не пьют, не курят. Которые стремятся к духовной чистоте. Которые учатся йогой заниматься. И слушать лекции, какие же, как вы и хотят больше узнать. То они приезжают к нам в Анапу на этот фестиваль. Не важно какой духовной традиции. То есть этот фестиваль неконфессиональный. Он просто дает возможность людям глубоко ощутить вот этот вкус счастья, глубоких отношений и глубокого развития. С раннего утра и до позднего вечера будут много-много мероприятий. И где они, когда же фестиваль на мой вискали. Отнимите руку, кто из вас на этот фестиваль ездит? Ну, вот молодой человек, мужчина, обычно эмоциональный. Дайте ему… Вот этот микрофон. Есть ли кто-то? Вот-вот-вот, мужчина. Вот-вот здесь. Смотрите на меня. На меня, на меня. Вот здесь. На первый микрофон. Вот честно, пожалуйста, без всяких эмоций. Вот что вы получили от этого фестиваля? Какой результат ваша шесть? Ну, скажем так, что сразу через пару дней я почувствовал, что весь коллектив направился на одну волну. Хотя в начале каждый был в какой-то степени даже сам в себе. Тех приехалов, которые… Тех приехалов, да. По окончании фестиваля, ну, как минимум месяц ощущался такой подъемом. Именно то, что… Именно воспоминания фестиваля, они помогали каждый день жить совсем другую жизнь. Даже сейчас воспоминания фигляров, и это как-то… Ну, оно легче жить, гораздо проще. Спасибо вам большое. Для меня этот фестиваль, это награды. Я каждый раз успеваю огромное счастье. Две недели отдыха, хотя и там работают 40 недель, 40 недель. Еще можно записываться где-то… Две-три недели еще будут путевки. Обычно за месяц, 20 человек с сентября начала, за месяц уже кончаются путевки. Много желающих. Но, тем не менее, у меня просто телка пыли. Так и сенс. На самом деле надо понять, что измен не может быть, если люди начали жить правильно, нормальной жизнью. Просто не то, что они такие прям святые стали совсем, просто нормальной жизнью. Потому что, что такое измена? Человек покупается на вот это вот чувство, сладкое чувство от женского тела, или сейчас сладкое чувство женщины от того, что ее сейчас будут обнимать, целовать. Понимаете, это чувство, оно имеет очень поверхностную природу. Это тоже энергия людей, но она не такая глубокая, чтобы ради нее все бросать. Понимаете, если люди испытали вот этот вкус друг с другом, вкус настоящий, они никогда не променяют на это, на все. У них нет возможности такой, понимаете? Сердце не позволит. Поэтому, если измена происходит, это значит, не было глубины. Не было достаточно глубины, чтобы она не произошла. И не надо сильно беспокоиться на этот черт, потому что близкий человек и до этого тысячу раз спал с другими женщинами. Ну скажите, у нас первые отношения были. Так он в следующей жизни, в предыдущей спал. Чего вы думаете, он все жизни прожил один и до вас дождался? Нет, понимаете, как бы, измены были, пусть они не в этих отношениях были, раньше были, но все равно он был с кем-то другим. И чего надо об этом сильно беспокоиться? Если вы опять вместе, если есть возможность сохранить семью, все изменится, понимаете? Все перемолится. Обиды, перемелятся, случайные или недавние. Давай подбросим мелочи. Это же просто тренья копочка в палочку. Мелочка. Давай я самим главный. Красивый, но что же. Случайные и прохожие. Скорее много разных. В общем-то похожи. Понимаете, да, о чем я говорю? Не надо, я тут предавал слишком большого значения. Не надо думать, что он любовь предал, любовь предать невозможно. Как некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, я поменял свою веру. Да невозможно поменять свою веру. У вас никакой веры и не было. Если человек поверил в Бога по-настоящему, это поменять невозможно. Потому что это чувство предать никогда никто не сможет. Это чувство тысячу раз сильнее любви между мужчиной и женщиной. Тысячу раз сильнее. Невозможно поменять веру. Невозможно поменять близкого человека. Понимаете, он с тобой останется всегда, этот близкий человек. Даже если ты уже с другим человеком живешь, но у вас была хоть капелька близости, хоть капелька. Вы никогда не забудете этого в своей жизни. Никогда. Это невозможно. Любовь невозможно забыть. Поэтому не надо беспокоиться о том, что он потерся от кого-то другого. Не потерся, а так получилось. Что делать? Это все очень примитивно. Это механика, понимаете? Механические отношения. Это вот как искру выбивают. Кремень, да? Из искры разгорится пламя. Вот так вот секс тоже самое. Пытаются из искры пламя разжить. Но не разгорится, понимаете? Потому что пламя разгорается по воле Бога. Если отношения не санкционированы, Бог их не хотел. Там хоть терись, хоть не терись, ничего не разгорится. Кроме иллюзий, заблуждения. Потому что есть влюбленность. Это просто иллюзия. Любовь, она может быть только чистой и светлой. Она не может быть такой. Знаете, бросил жену, полюбил по-настоящему. Бред полный. Надо сначала раскаяться в том, что произошло. А потом ты по-настоящему полюбишь что-то. И каких шансов тебя по-настоящему полюбить, если ты просто бросил и сразу полюбил по-настоящему. Нет, ты не по-настоящему полюбил. Ты просто можешь по-настоящему балдеть сейчас какое-то время. А потом будет буква В. Скорее всего, горка из буквы В просто. Понимаете? Горка. Потому что если ты сейчас бросил, бросишь еще раз. Ты не можешь выходить из шопора. Тебя не хватает силенок. Поэтому не беспокоиться. Не надо беспокоиться. А если вас бросил человек, надо чистое светлое чувство с ним установить. Чистое светлое чувство. И поставить срок. Пытаться общаться. Звонить. Просить прощения. Прощать. Когда сердце отпустило, по-доброму говорит. Не по-доброму говорит, означает еще хуже форму отношений. Сердце простило, по-доброму говорит. Ставить срок. Срок поставили. Ждите весь этот срок. Не нарушайте ответы. Бог услышит ваши молитвы. Или Он вернется назад. Или Бог вам даст лучше. Улучшит. Потому что ровно на сколько мы прошли этот путь. Настолько нам удается вознаграждение. Это не зависит от какого-то конкретного человека. Некоторые думают. Все. Меня покинули. Больше счастья в жизни не будет. Никогда. Все. Кончилось счастье. Как этот доктор приходит. Пациентка. Говорит. Доктор, я не мочерицу. А сколько вам лет? Восемьдесят. Кончилась моча. Все кончилось. Понимаете. Это грех полного человека. Ну что это такое? Как это оно кончилось? Счастье кончилось. Он ушел. Счастье кончилось. Как оно кончилось? И как оно кончилось? Не может кончиться счастье. Душа вечная. Понимаете? И ее счастье это отношение с Богом. Это Бог дает счастье. Забирает счастье. Нас наказывает. И потом дальше исправляет все это. Возвращает назад. Но почему так плохо? Потому что экзамен не сдан. За человек экзамен не сдает. Делает глупости в жизни. За это приходится страдать. Каждому человеку. И ничего страшного. Не сдан экзамен. Потом будет сдан. Экзамена сдаются с помощью знания. Большинство людей ничего не соображают. Живут просто как и все. Вот как живется. Так невозможно. Экзамен возрастает. Чем больше эгоизм в отношении к возрастанию, тем больше будет страдание. Чем больше страдание, тем больше расстасывает. Чем больше расстасывает, тем больше разлетается. Это неизбежно. Понимаете? То есть мы наслаждаемся друг другом, эти наслаждения раздают страдание. Чем больше служения друг другу, тем больше счастья. Тем больше наслаждения друг другу, тем больше страданий. Чем больше страданий, тем больше расстаскивает. Почему страдаю? Потому что не знаем, как жить правильно. Надо учиться. Вот в этом смысл жизни. Почему так плохо? Потому что я не училась. Потому что я не знала, что надо делать. У меня не было знаний. Вот и все. Все очень просто. Не было знаний. Надо сейчас изучать, пытаться глубже знания понять. Сердечко. Видите, практический опыт гораздо сложнее понять. Вроде бы в лекции послушала, а оказывается, оп, сказала что-то слово про близкого человека. А в этом слове что вырвалось? Неприязнь к нему вырвалась. Неприязнь. Значит, не было ничего, кроме этой неприязни. Я же проводил тест. Много раз закрываем глаза, вспоминаем близкого человека. Светлая память есть, значит, в сердце есть отношения. Неприязнь есть, значит, есть отношения. Но нехорошие, неправильные. А если даже вспомнить не можешь, с кем живешь, значит, ничего нет. Неченькое другое. Ну, ну, давай, кто-то будет со мной поговорить. Я, не проконтирую. Да, вот. Ага. Вот, 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 девушка далеко пошла, далеко, вот здесь вот руку поднимайте еще, да? А, все, да, понимаем, все, пошли. Нам надо отговаривать, это практически углубляется темно. Да, отговариваю. А если сердце и то, и другое. Так? Если сердце и то, и другое. А что это другое? Ну, и принятие, и непринятие? Чувство гордости. Что значит принятие? Я о другом совсем говорю. Я говорю о слепой памяти о человеке. О чем о принятии? Вы говорите о наслаждении и отвращении. А я говорю о другом. Я не говорю о том, балдеете вы от человека или не балдеете. Я говорю о том, служите вы ему или нет. Угу, давайте подойдем. Я говорю о том же. Да? Да? Волнуюсь и... Так, хорошо, еще раз, когда я ее услышал. Что вы имеете в виду, что и то, и другое? Что это значит? Ну, когда я закрываю глаза, вы сказали, то возникают светлые чувства. И в то же время, когда второй вариант вы говорите, то возникает некая злобовость и невозможное принятие. Все хорошо у вас. Все хорошо. Это значит, что вы просто идете к своей цели. Дорожка вся непроруденная. Чуть-чуть прошли, уже увидели свет. Покошки, увидели свет. Да? Значит, у вас уже есть верность. Когда вы идете к близкому человеку, в сердце его топаете, идете, вы увидели в нем хорошее, как-то первое свидание, увидели чистоту. Это значит, что уже свет в окошке есть. Вы видите цель своей дороги. У вас уже не просто темная дорога, да? Непонятно, кому идут вообще. Чезы там, наверное, голову такой, со мной живет. Литающий. Мужик просто, мужик со мной живет. Чужой. Не мужик уже, а муж. То есть, светлое окошечко уже, светлое чувство уже появилось, все. Но, воняет ли что-то, чуть-чуть? Воняет. Почему? Попахивает. Попахивает. Почему? Почему попахивает? А потому что они всю дорожку прошли, они еще идут в тюрьму. А представьте, когда придете, всю дорожку пройдете, и не будет попахивать. А такое возможно вообще или нет? Что-то. Возможно, конечно. Надо, чтобы вдвоем боролись. А-а-а. Еще находят страсти, значит. Знаете, когда отвергают страсти, они говорят, вот сначала ты меняйся, а потом я уже буду меняться. Я не меняю. Нет? Нет, нет так? Нет? Нет. Еще немного, еще чуть-чуть, а с кем не будет. Не хватает веры, веры не хватает. Не хватает отношения с Богом, сил, силеночек в сердце не хватает. Нет гарантии, что Он начнет то же самое движение. Нет гарантии, нет опыта, нет чувства, что это получится все, потому что еще плоды победы Вы не вкусили. Вы не увидели, как Он меняется, Вы не увидели еще, как Он раскаивается, Вы не увидели Его шагов в Вашу сторону пока. Потому что только свет Вы увидели по кошке своего сердца. Вы не увидели, как из домика вышел 200 человек, пошел навстречу. Вы еще не дошли до этого момента, потому что еще рано. Только терпите еще немножко, подойдите дальше, пройдите дальше, Вы увидите все, что Он сказал. Потому что я это увидел в своей жизни. Увидел. Я знаю, что это делает. Вы можете мне просто на слово поверить? Спасибо. Спасибо. Мы сегодня с Вами сейчас как с дедушкой. Она очень хороший человек. Она мне очень помогла. Она как раз и осветила вот эту тему изнутри. Я не могу сам это сделать, потому что я вектор. Это только вы можете сделать. И она мне очень помогла. Она раскрыла природу своего сердца и как она движется вперед и свои сомнения. И это касается всех. То есть мы все имеем такой же путь и такие же трудности. Поэтому такой практический опыт нужен каждому. Итак, в чем заключается причина непонимания друг друга? В чем заключается причина непонимания друг друга? Это архитика. Чем дальше мы стали от сердца человека, тем больше непонимания. А потом оно превращается в неуважение постепенно. А дальше оно превращается в предательство. Это означает движение. Куда? Сердце куда идут дорожки? Разные стороны. Почему? Потому что мы прилагаем усилия. Если я капельку любви туда направил, его тянет ко мне или нет человек? Корень-то один, дерево одно. Если один корешок влагой напитался, другой получит влагу или нет. Кстати, интересно. Вот есть немного корешков у дерева, да? Вот смотрите. Один корешок сослёт влагу, а другой что, засохнет? Если он не сослёт влагу, он засохнет? А что произойдёт? Благо привьёт и к меня. Так? Или нет? Вы об этом знаете, кстати, или нет? Это важный момент. Некоторые думают, что он уходит от меня. Я к нему, а он от меня. Такого не бывает. Если вы к нему, он тоже к вам. Потому что от любви ещё никто не убежал. Человек не может убежать от любви. Даже хотя бы по той причине, что без любви невозможно жить. Вы знаете об этом? Что психика имеет тонкое тело человека, а каждый орган, каждая клеточка организма питается энергией любви. Поэтому ум, который обладает, контролирует все органы и системы, ум человека, он нуждается в счастье каждую секунду. Поэтому человек не может жить без счастья. Он даже заснуть без счастья не может. Каждую секунду нам нужно счастье. Каждую секунду. А если откуда-то счастье пошло, человек не может от него отказаться. Именно поэтому люди изменяют, что счастье пошло с другого места, потому что не идёт откуда, откуда надо. И почему не идёт? Потому что кончилось вот это вот трение, палочку, отколочку и из края не выходит уже, понимаете? Это искусственный способ получения счастья закончился в вашей семье на время. Потом опять начнётся, когда придёт время. Это всё циклом идёт. Я говорю, всё, мы теперь не имеем отношений, половых никогда не сможем. Это всё заканчивается. Холод между сердцами начинается и заканчивается всегда, если люди дожидаются этого момента. У меня есть одни знакомые, они занимаются духовной практикой и живут в общине духовной венгрии. И была такая интересная ситуация в их жизни, что они настолько сильный холод почувствовали друг другу, такая тяжёлая карма, даже люди духовной практикой вроде занимаются и любят друг друга, почувствовали такой сильный холод, что они перестали общаться друг с другом и перестали даже считать друг друга мужем и женой. Но они не изменяли ничего, так как они жили духовной в общине, там не разрешалось разговариваться. Они по этому от всех скрывали. Они жили друг с другом вместе, по-моему, около двух лет. Жили друг с другом вместе и скрывали, что они, ну как бы, не считают друг друга мужем и женой. Не считая. Что произошло? Плохой период в те времена не проходил, а сроки. Когда он прошёл, они опять начали считать друг друга мужем и женой. И у них такая леда, всё классно. Но проблема заключается в том, что мы не живём в духовной общине. Понимаете, когда у нас такой холод наступает, там, мама, как тебе честно, ты этим живёшь? Сколько можно учиться? Зайди себе нормального мужика. И мы слушаем, понимаете, слушаем друзей, маму, ещё кого-нибудь. И разводимся. Потому что мы не знаем, что это всё заканчивается со временем. Как началось, так и заканчивается. Это просто испытание. Ни в одной семье никто не сможет пройти без этого испытания свой путь. Колот наступит обязательно между нами. Потому что так же, как жара наступает, так же наступает холод. Везде всё меняется, идёт циклами. Поэтому надо знать просто, что делать в этом случае. У кого сердце остыло, ты из-за чего? У кого сердце остыло? Трубочки на капончик. Вот тут на первом ряду. Я не буду говорить. Не будете говорить хорошо. Не заставляйте. Вот девушка скажет, что у нас смело. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я слушаю вас с колокода. И сегодня я вас... Я вас слушаю тоже. Я сучить не могу. Значит, наверное, нужно задать вопрос. Возвучить не могу. Ну, вам холод, у вас возникнет. Нет, вопрос больше не полезен. Я не знаю. Вы не оборотули просто. Ну, что такое вообще? В том же, что может появиться, взяла пануло. И кому холод возникнет? У вас? Выйди, говори. Да. Потом с нами поговорим. Давай. Я вам очень благодарен, что вы все-таки решили поговорить. Я была ранее в веселье, в том числе человек. Прошла по всей представительности. А вы и сам уже сейчас? Нет, 4 года назад развилась. Как? 4 года назад все пережила. Нет, мне не надо, чтобы развилась. И у нас тут холод возник и еще не развилась. Есть такие или нет? Вы? Вот давайте ей трубочку на втором лицу. Вот туда. Холод возник и еще не развилась. Мне такая нужна, девушка сейчас. Давайте. Да. Добрый вечер. Ага. В браке 2 года. 6 лет месяц. До последних полгода, наверное, у меня не было связано, что не финалами. Вы только чуть-чуть подальше к микракону, подробнее говорите. А последние полгода мысли о том, что не финалами. Мысли о том, что он супер. Все, вот я сейчас вижу. Все правильно. Вот именно эта ситуация. Классно. Как его зовут? Я Нич. Ну, хорошая, что вы? Хорошая. Как вы с ним встретились? Мы с ним случайно познакомились. Он меня подвез. Я попала на конференцию. Я к вам работу. Он меня подвез. Мы с ним не обвинялись. Не помню. Не обвинялись. Не обвинялись. Обвинялись с индивидками с рабочими. Она оказалась, что он, наверное, серый. Мы с ним обвинялись с индивидуальными рабочими. А знаете, в это время у него такие глаза. Он изящный человек очень. У него такие светлые глаза. Я вот увидел эту морскую вашей любви. Удивительное чувство. Риспытали в этом периоде. Он такой чуткий, изящный человек такой. Светлый. Так? Наверное, да. Как, наверное. Вы что, забыли это? Как-то в первый раз в твоем его водитель в машине. Нет, я как раз тогда увидела первый раз в машине. Я очень помню эти хорошо свои эмоции. Мне показалось, что я думала, что он женат. Мне показалось, что, наверное, это мужчина, который очень хороший семьянин. У него большая семья. Я подумала, что, наверное, такого года я хотела бы на себе. А почему? Только из-за того, что у него большая семья, что ли? Я просто увидела, что он, похоже, надежность, пока мы ехали. Надежность. Вот я про это как раз хочу человеку. Надежность. И так, правда? Да. Что, она пропала? Нет, надежность, наверное, нет. А вот все остальное пропало. Надежность же осталась, а вы ее увидели, да, тогда? Классно. Я прямо увидела эти отношения и почувствовала их. Вы вспоминали эту надежность с ним, этот раз, потом после этого. Он говорит, что он добрый, да? Добрый. А добрый. А добрый. А что, не держится? Нет, добрый. 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 Как? Больше надежность и душевность. Держит, да? Да. Ну вот, а... Ну вот, а... Когда он расстроит, никакого до мысли нет сейчас. Такому, по мне немного ответно. Я не могу сказать, что я не могу говорить. Не есть цель. Это, как бы сказать, живет девушка? Это период такой, надо переждать. Откуда вы знаете? Только, где, 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 откуда вы знаете? Ну, я тоже в райке был. И? Не знаю, а потом я переждала. Вы знаете о таком периоде? Как вы переждали? Ну, переждала. Как переждала? Надо переключаться на другого, да. На другого переключаться? На свои счастья и обязанности, на свои женские дела, для детей. Не зацикливаться на этой ситуации, не встать одну в каких-то действиях. Ну, как бы... А он сейчас такой вот... Ну, сейчас ты с тобой не кричать с ним, нет? Да. Точно? Что, он вот вернулась, забрал все? Ну, как бы, в плане тех, что я жала эмоций, в плане наслаждения, да, сексуальности, Я поняла, что это не главная семейная жизнь, а именно какая-то душевная... Душевная главная. Да, и я поняла, что я не хочу даже ждать. Не хочу ждать, но все равно ведь вернулось что-то, нет? Ну, конечно, вернулось. Все вернулось. Я извиняюсь, что я как-то, что все вернулось. Ну, не такое, как было, да, на первом, когда-то так? Ну, на первом понятно, все равно. Такого же, но чтобы все классно было, да? Вы хотите такого же, но чтобы хорошо было, так? Ну, у меня двояка, извиняюсь, у меня борется чувство, я хочу... Нет, давайте вот тут второе, вот это оставим, вот это все. Мы же просто люди такого же, но чтобы классно было, да? Так ведь вы хотите сейчас, вот это вот? Ну, че, ну, че? Мы все здесь свои. Я хочу, чтобы был мой муж, но так было в прежние отношениях. А иногда я хочу, да, такого же, хотя понимаешь, что это невозможно, но чтобы было... Вот и правильно, невозможно. Потому что это место уже в сердце занято. Вот смотрите, как бывает. Если вы расстаетесь с этим, то такой уже не будет. Будет совсем другой. И именно то, чего он вам не давал, будет давать кто-то. То, чего он давал, тот давать и будет. Понимаете? Вот все дырочки, которые у вас оставили в сердце, он заполнен. Но в вашем сердце есть некоторые дырочки, которые заполнены сейчас этим уже. Ну, например, вам бы хотелось больше устойчивости в жизни. Ну, чтобы как-то... Ну, понимала, все вот там. Так? Нет, кстати, все в порядке. В порядке? А власть там какая-то, что такое? Нет? Ну, власть и хочется. Власть, но у нас все хорошо. А власть, да? Ну, такой влиятельный человек, да? Телоспоблятельный, да? Ну, наверное, наверное. Вот смотрите, будет влиятельнее, потом я вам буду сейчас рассказывать. Будет влиятельнее, но... Таким домом жизнь будет выцелом. Не будет такими чуткими. Я это как раз понимаю, поэтому и чувства у меня болятся между тем, чтобы от мужа отрунти и ляса. Я это умруско понимаю, поэтому и жду, когда этот период жизни наш пройдет. Но так как это уже пить иный период... Ну, пройдет скоро. Ну, значит, я подожду. Ну, я же не сказал, сколько? Вы же сказали, скоро мне в вода достаточно. Еще год надо сдать, а ну? Я уже год в тур. Второй пошел. Ну, вот, еще год. А потом все будет классно, все время. Этот период больше не как столицы. Ну, как минимум, 15 лет не повторится. Значит, подожду. Вы понимаете, да, как это важно знать? Что вот так и подожду. Вот вы сказали, и у вас опять потеплело в сердце. Вы чувствуете, нет, потеплело в сердце? Почувствовали? Потому что, когда ты веришь в этот холод, он усиливается. А когда вера в него разбивается, он ослабевает. Я чувствую, что между вами видел, пошла сейчас вот эта вот теплая сила. Она пошла восстанавливаться. У вас сердце так как бы пошло. Чувствуете, да? Или нет? Да, да, тоже. Ну, не жжите того, что хранишь. Не надо этого ждать. Это опасно очень. Это разрушит всю жизнь. Люди хотят подарков очень сильно. Понимаете? А это просто мираж. Понимаете, мираж. Сейчас я вам расскажу одну историю величию. Вы поймете этот ваш бизнес. Сегодня с вами закончили. Я буду историю всем рассказывать. В религах приводится такая история. Аллей, он чувствует воду. По дырке, которая исходит от водоема. Он ее чувствует углавливает и глазами, и запахом. И потом бегут к этому водоему, бьет воду. Но это чувство дырки от водоема не должно быть главным жизнью. Потому что если олень попадает в пустыню, он тоже видит дырку. Но это уже не дырка от водоема. Это мираж. И если олень побежит в пустыню и увидит мираж, что это мираж, он пробежал, водоема нет. Как обычно. Что он должен делать? Он должен забыть это чувство и бежать назад. Он не должен ему руководствоваться всю жизнь. Понимаете, проблема заключается в том, а если он бежит дальше, он погибает в пустыне. От завтухи погибает. Проблема заключается в том, что вот это чувство влюбленности, первой любви, первых прикосновений, чистоты, радости, счастья и наслаждения, которые испытываемые артистского человека, оно очень важно. И когда оно возникает вновь, это тоже очень приятно. Правильно. Правильно говорю. Но поймите такую вещь, что если вдруг в какой-то момент в вашей жизни это чувство пропало в отношении экспресса человека, не нужно его ждать. Потому что это чувство, вот это вот миража или то, что манит меня в жизни, манит, оно является как чувством возрождающего отношения, так и чувством разрушающего отношения. Не надо ей придавать слишком большого значения. И девушка, и женщина, как сильно это возмущалось, говорит, не зря. Она это говорила именно потому, что она это поняла, что это чувство опасное. Это чувство, влече, что будет точно так же хорошо, нужно убрать из своей жизни, потому что подарки не дарятся всегда. Они дарятся только иногда в жизни. Нужно понять, что есть что-то более ценное в отношении, которое вы еще и не имеете. Я это более ценное сейчас чуть-чуть вам напомнил. На самом деле вы не вспомнили то чувство в машине, которое вы испытывали, а я его убедил. Поэтому я и так восторгался, что так Господь вам столько красоты дал при встрече. Светлое чувство, очень убедил я его. Вот это чувство вы увидите, когда вы проделаете дорожку свою к мужу. Не будете ждать от него счастья, как вы сейчас это делаете, а проделайте к нему свою дорожку. Понимаете? Эту дорожку надо проделать, идти ей надо. И вот сейчас первые капельки этой дорожки вы делаете, потому что вы не получаете от него то, что хотели, а вы все равно сказали, это мой муж. Вы сейчас это сказали, это первые капельки любви вы в отношении к капнули. И поэтому сердце потеплело. Не потому что я вас гигантизировал, вы думаете, а потому что вы эту капельку сами сделали. Вы сказали, нет, это мой муж. Мы капельку сделали и пошли тут плохо. И когда вы научитесь так жить, постоянно капельку самой создавать, любви, то никогда тепло не закончится. Не бывает такого, что в холодный период победил тепло сердца человека. Это невозможно. Нужно просто учиться эти капельки из себя выпускать. Это тяжелый труд такой, шаг к пропастью. А вдруг ничего не будет, кажется так. А надо смело идти. Потому что Бог не зря соединяет людей. Он знает, что между ними обязательно будет. Поэтому не держит место, потому что есть гарантия. Ну, гарантия находится в него в средней эпохе. Он знает, как будет. И я это тоже чувствую сейчас. Я вижу ваши отношения. Вижу чистоту этих отношений. Светлость этих отношений. Вижу. Я вижу его любовь от этого человека в отношениях. Он очень смотрит в глаза. Вам часто вот так очень внимательно. Не разрушайте то, что вам Бог дал. Он вам очень много дал хорошего. Не разрушайте. Просто сейчас судьба испытывает вас. Она может разрушить вашу жизнь. Вы даже не представляете, что с вами будет, если вы бросите этого человека. Как минимум, на 4-5 лет вы останетесь одна. Вы будете просто раскаливаться. Так страдать. А он будет ждать вас сначала. Ну, где-то полгода. А потом психомет и найдет другую. А когда он найдет другую, он ее уже не бросит. Он очень верный. И будет с ним жить просто потому, что так надо. А сердце будет девать клаву. И вот сейчас вот эта вот глупость, которую вы сейчас в своей голове родили, она вот такую судьбу создает. Вам хочется еще такую жизнь? Тогда просто надо покопить. Ждешь чуть-чуть, нет? Нет? Так? Ну, не просто покопить. Это время для труда. Надо сердечком своими прогрессиваться. Его сердечком прогрессиваться. Олег Геннадьевич, а можно поспорить? Конечно. Все ждут, когда кто-то со мной поспорит. Болтали уже сколько? Уже по 4 часа. Сейчас поспорите, и мы будем заканчивать уже. Мы желаем с вами с вами с вами. Ну, можете просто, я ослуждаюсь за ним, повесняйтесь. А вы сколько на лекции с 1-2 пирос? Присутствуют, да, но я очень много слушаю. Так, хорошо. Тогда все, я принимаю вас с помощью. Вопрос следующий. Я с моим человеком жила 3 года, из них последний год был холод, и я пыталась от него уйти. И был такой пупик, в который мы топтались. Ну, прям пупик, как тупые бараны. После того, как мы расстались, я начала над собой работать очень интенсивно. И он тоже. И мы спустя 2 года, когда пообщались, я поняла, что это расставание пошло на пользу и мне, и ему. То есть, я не вернулась. И вернулись назад? Нет, не вернулась. Как вернулась? Ну, не прав. А че? Мы с ним оба просили-отпустили эти отношения, но факт в том, что... У вас с другими же отношениями? Нет. А почему? Ну, не складывается. А почему не складывается? Не знаю, может быть, не подтверждается. А-а-а, теперь у меня к вам вопрос, а почему вы сами-то все-таки начали говорить? Мне кажется, что расставание, ну, перетерпеть холод, Хотите, я вам скажу правду? Почему вы сами начали говорить? Давайте. А вы сможете это уметь? Да. Правда заключается в том, что вы сами начали говорить. Потому что это единственный ваш шанс сейчас вернуться назад. И Бог вас поднял. Он вам дал эту идею бредную, как бы, в полу. Для того, чтобы вы смогли назад. Назад. Угу. Там нет пути назад. А? Нет пути назад. Только вперед, да? Мне человек не интересен. У меня тёплые воспоминания о нём, абсолютно никакой злобы. Но он мне абсолютно не интересен, как мужчина. Знаете, я даже благодарен на вашем разговоре. Вы не представляете. Мы сейчас такую классную кемку с берем, что... Я согласен, что мне интересен. Вот, что... Вы поняли, что не ваш человек, да? Да. Вам нужен другой человек в жизни. Да. Так? Да. Но вы не знаете, кто кого? Почему? А потому что вы это вот обросили, и Бог вам другого пока давать не собирается. Я вот то, что вижу в вашем сердце, запрет. Вы чувствуете теплоту мужчинам сейчас в сердце? Нет? Чувствуете? Честно, честно, честно. А все? Ну, вот сейчас просто вот, как раньше, теплоту и сердце. Как девушки, знаете, чувствуют теплоту? Они такие... Такие вот... Да, вы знаете, я чувствую теплоту к мужчинам, но после этого почему-то отношения резко открываются. О, холод. О, холод. Тут закрывает, да, храник? Закрывает тут. Да. Я его знаю, это вы. Что, закрывает храник? Я знаю. Он сам, да, закрывает. Тот, кто в вашем сердце сидит, и тот, кто вам дает жизнь, он вам не даст выйти замуж. Не значит, что я вас доставляю, указать вот что-то выйти замуж и подумать. У нас классная тема, сейчас мы его разберем, как желательно смещать. Бог вас соединил с человеком? Соединил? Да. Соединил. Вот сейчас нужно просить прощение на него и прощать его. Нужно с ним хорошо общаться, с целью чистую и светлую память в этих отношениях возродить. Но вы не должны в это время думать, буду я с ним вместе или нет. Это ваш долг сейчас возродить эту чистую и светлую память. Я занималась этой практикой. Просил прощения, не прощала. Вы недостаточно занимались этой практикой, потому что вы это говорите как практику. Я бы говорю про жизнь, а не про практику. Вам надо человека опять вернуть в свое сердце, сделать его близким, понимаете? И если этот человек, будучи близким для вас, останется для вас другом, само собой, это значит и сердце ваше успокоится, тогда Бог вам даст другого. Или он не останется другом, и тогда вам придется выйти за него замуж. И это не вам решать, понимаете, не вам. Потому что ваша независимость и гордость сейчас разрушают вашу жизнь. А я иду сейчас не как лектор с вами в себе, не как лектор. Иногда человек должен быть отцом. Я вам говорю как отец сейчас, как тот, кто должен вам помочь. Как старший, понимаете? Не будьте такой гордыми, не считайте, что вы можете сами решать свою судьбу. Будьте немножко подскровеннее в жизни. Хорошо? Вы общаетесь сейчас с этим человеком? Нет. А почему? Он же хочет с вами общаться. Он никаких попыток не предпринимает с вами общаться. Ну вы предпринимите. Мы раз общались. И все. Вы начните в сердце желать счастья и просить прощения. Хорошо? Будете это делать? Хорошо. Потом, когда почувствуете теплоту, вы позвоните им, встретитесь, поговорите. Не значит, что вас кто-то заставит с ним жить. Не значит. Просто попытайтесь понять, что я хочу сейчас, чтобы вы сделали. Вы должны очистить эти отношения, сделать их чистыми и светлыми, возвышенными. И тогда ваше сердце будет готово к тому, что Бог вам даст в будущем. А что Он вам в будущем даст, я до конца не знаю. Но, чуть-чуть догадываюсь, но вам не скажу. Потому что вы не готовы это слышать. Не готовы, моя хорошая. Давайте сейчас делать то, что я вам сказала. Хорошо? Хорошо. Вот такая непослушная. Ну и вообще. Сказала хорошо, а сама думать не буду это делать. Что это за такое, а? Еще раз. Хорошо. Все раз будет хорошо, не волнуйтесь. Не бойтесь ничего, не бойтесь. Все будет хорошо. Бог никого не заставит ни с кем жить, как человек. Все свобода, полная свобода, понимаете? Все классно, сделайте то, что я вам сказал. Исправьте свою ошибку. А потом будет само собой все возникать так, как надо. Куда, я не знаю, в какую сторону. Не знаю. Честно. Хорошо? Хорошо, спасибо. Вопрос уже нельзя, потому что у нас без теки 10. А мне предупредили, что зал нужно очень быстро оставить после лекции. Потому что у нас там без малого, можно сидеть сколько хочешь в конце. А здесь другая администрация, и не всегда это нравится. Поэтому у нас 5 минут на пожелание всем счастья осталось. А потом мне еще надо успеть цветочки раздать, которые мне подарили. А потом мы будем еще немножко общаться с теми, кто в фойе. Я еще уделю время тем, кто меня дождется. Какое-то определенное еще у нас будет время. Я желаю всем счастья. Все, что мы обсуждали сегодня, я извиняюсь, что я не говорила с теми, кто сидят наверху. Я перед вами в долгу, и я вас помню всегда. Сегодня буду участвовать, буду желать счастья вам. У нас сейчас уникальная возможность, нас здесь примерно, я думаю, сейчас человек 800, наверное, меньше. Мы сейчас все вместе будем вспоминать что-то святое в своей жизни. То, что у нас святого есть. Кланяться тому, что у нас есть святого. И делать то, что святыней хочется от нас. А святыней хочется от нас, чтобы мы о себе забыли и начали служить другими. Поэтому буду повторять, я желаю всем счастья. Не от себя, а от той святости, которую вспомнили. Это очень важная техника, она дает возможность побеждать судьбу. Я об этом много на лекции говорю, вы узнаете, об этом мысленно начнете изучать подробнее. Но сейчас надо просто попробовать. То есть что-то в святое вспоминать. Каждый в своей вере, только в своей вере, ничего не меняет. Мысленно планимся. Я желаю всем счастья. От того, что вы вспомнили. От этой памяти, от этой чистой, светлой памяти, я желаю всем счастья. А потом вы вдруг заметите, что ваше сердце стало спокойнее. Это очень важно. Также заметить, вспомнить это. Спокойствие означает, что вы не только свой водоемчик напитали, а также и родственников своих. Сердце не может быть спокойным, когда куда-то не течет счастье. Когда человек наполняет все, сердце становится спокойным. А так как нас очень много, вместе это в быстрее будет очень сильно возрастать. Я желаю всем счастье. 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 В любви. С нами. Всего самого слыхла. Вашей судьбе. Я благодарю вам за ваши глаза. Улыбки. За ваши терпеливные. Удивания. Спасибо вам большое. Спасибо.